Народное славянское радио С вами Народное радио Славянский мир Сегодня мы выходим в очередной эфир Дата 29 день месяца Велек 7.522 лета Седмица по современному календарю 20 июня 2014 года пятница Мы сегодня начинаем разговор на кухне Так будет называться рубрика Это неофициальные разговоры Где все участники равны друг другу По значимости и тому, что они говорят И по тем мыслям, которые высказывают Поэтому мы решили так назвать Разговор на кухне Тема разговора на кухне будет такая К чему приводят зависимости человека Думаю, что об этом можно говорить бесконечно Заготовлено несколько пунктов Которые мы будем обсуждать Надеюсь, что очередной наш эфир Будет полезен кому-то Разобраться с тем, что происходит Разобраться с тем, как избавиться от того, что происходит И как изменить жизнь к лучшему Ну и давайте основные у нас будут участники Заводила все это разговора Наталья и Евгений Здравия, Наталья Всем добрый вечер И здравия тебе, Евгений Добрый вечер, друзья Итак, кто будет у нас главным вступительным человеком Который вступительное слово произнесет Для вступления в новый наш раздел Разговор на кухне Женя, ты наверно? Ну да, давайте я скажу Потому что я вот как-то задумывался на досуге В нашей жизни много чего происходит Разных там явлений И то, чего бы и не хотели бы мы Но оно все равно происходит И даже мы сами вынуждены это делать зачастую Вот И могу вот привести, например Когда люди ходят на выборы Вот выбирают, выбирают человека Смотрят вроде хороший Потом становятся плохим Некоторые разочарованы выборами Потому что выбрали не того, за кого они голосовали Начинается тогда Вот там врут Там подкидывают Там, допустим, не видно, где что бюллетени Сколько там их накидали Не видно, кто там посчитал Что делает власть? Власть, естественно, говорит Вот мы вам поставим веб-камеру Чтобы вы все видели Власть делает прозрачные урны Власть делает автоматы По автоматическому подсчету голосов Ну, естественно, все равно Не каждого это устраивает Но Что происходит дальше? Эти же власти Они пишут для нас законы Законы эти мы Вынуждены Хотя, может быть, некоторые Не хотели бы выполнять Но за этим следят Силовые органы Силовые органы Также иногда, может быть, и не хотели бы Следить за их исполнением Потому что приказы Бывают и указы Там, и законы Зачастую деструктивные Вот вы сами знаете Что бывает И разрушающий семейный уклад И наши вот Исконные традиции Славянские Ну, возьмем ту же свастику Например, запретили Ну, в общем Они бы, может быть, и не хотели Эти приказы Следить за их исполнением Но вынуждены Почему они вынуждены? Вот я Как выкладывал анонс Да? Почему вот милиция Вынуждена это делать? Почему рабочие на заводах Производят оружие? Химические вещества Там различные Даже биологическое Химическое оружие Ведь это же люди делают На заводах Они же знают, что они делают Они знают, что они делают оружие Они знают, для чего это делается Но все равно делают Вот медсестры в больницах Которые ставят прививки детям Зачастую медсестры знают Что они никого пользы не приносят Зачастую Даже своим родственникам Там родичам Говорит Не делайте этих прививок Правильно? Все равно делают Почему? Потому что зависимо Преподаватели в школах Тоже преподают Ну, вы знаете Продавцы в магазинах Продают товар Который сами не покупают Не употребляют Там продукты, допустим Пилоты сливают химию Ну, вот все эти пункты Они перечислены у нас В анонсе Вот эти тысячи Почему? Потому что люди зависимы И я сейчас представлю Эти Несколько пунктов Так скажем Основных разделов Зависимости На которых мы остановимся И вот мы их пообсуждаем Как бы перемоем Вот эти вот Зависимости Косточки И вот я их Расположил В последовательности От Наиболее Нужного Буквально Жизненно важного И До наименее Нужного Как я Так считаю И при этом При всем Зависимости Которые На которые нужно Тратиться В которую нужно Вкладываться То есть Они более зависимы Нас делают От этой системы И вот первое Это в порядке Возрастания Вот первое Это воздух Ну естественно Что без воздуха Мы жить не можем Вот во вторых Воздух у нас Слава богам Бесплатный Пока что Хоть и не очень Чистый везде Но мы можем Им спокойно Свободно Бесплатно дышать Вторая зависимость Это вода Почти то же самое Что и воздух То есть Без нее Мы жить не можем Практически Никак Хотя есть Примеры Которые Вот Если я не ошибаюсь Баранова По моему Она Пранаедка И она По моему Воды не употребляет Если конечно Верите И на слово Но я не знаю Не буду оспаривать Поскольку Я не могу Не опровергнуть Не утвердить Да Ее слова Но тем не менее Она говорит Что она может Без воды Но в основном Люди без воды Не могут Но Опять же Вода Почти бесплатна То есть Мы платим В городах Вот допустим За ее доставку Те кто живет Там в поселениях Или В каких-то В деревнях Там допустим Они может быть Имеют воду Вообще бесплатно То есть Этот пункт Тоже можно оставить Третьим пунктом Идет Необходимое Жилье Одежда Также необходимая Необходимые Устройства Бытовые И пища Опять же Необходимая То есть То без чего Человек Вообще Не может То есть Сколько-то пищи Нужно Какой-то Непритязательной Каких-то устройств Немножко там Плитовая Верхний И так По мелочи Вот Четвертое Это Эмоциональные Зависимости Пятое Желание Обладать То есть Так называемые Хотелки Шестая Дурманящие Вещества И седьмая Пища Уже Не Совсем Необходимая А сверх И все прочее И вот Я предлагаю Три зависимости Которые я Описал Первые Уже Их Оставить То есть Они Необходимы И хоть На некоторые Из них Нам приходится Тратиться Но все таки Без них Невозможно А вот С четвертой Зависимости С эмоциональной Зависимости Я думаю Можно бы Начать Обсуждение Или перемывание Вот этих Зависимости Этой Косточки Ну Например Я могу Причислить К этим Зависимостям Эмоциональным Ну К примеру Желание Общения С себе Подобными Вот В принципе Здесь вы можете Подключаться Если у кого-то Есть что-то Сказать Можете Мне перевивать У нас все таки Сегодня Разговор На кухне Поэтому Если хотите Можете Дополнять Вклиниваться В разговор Вот Желание Общения С себе Подобными Я думаю Его избежать Просто Невозможно Ну Вот Мы сейчас Общаемся А представьте Что мы Допустим Сами по себе Сидели Один человек Ни с кем Не поговорить Ничего Ну Это Мне кажется Что трудно Вообще Себе Представить Страшно Снег Ну в первую очередь Давайте Мы их Раскроем Какие Вообще Бывают Зависимости И насколько Они Пагубны И для Человека А также Для его Поведения В социуме В обществе Потому что Вот я Начал С чего Полицейские Следят За исполнением Законности И даже Если Может быть Им какой-то Закон Не нравится Они все равно Его соблюдают Они его Сами соблюдают И заставляют Соблюдать Граждан Почему Потому что Они боятся Потерять работу Боятся Потерять работу Потому что Они потеряют Заработок Потеряют Заработок Значит Они потеряют Возможность Воплощения Вот этих Зависимостей Вот И чем Больше Зависимости Тем Крепче Человек Держится За эту Работу И тем Больше Деструктивных Приказов Он может Выполнить Приказов Распоряжений Понимаешь То есть Нужно Обсудить То что Какие Они бывают Что с ними Можно делать И можно ли От них Избавиться Или хотя бы Минимизировать Вот Ну С эмоциональной Зависимостью Ты мне помог В одном Конечно Чтобы Могут И там За дверью Поговорить Ладно Понятно С не себе Подобными Тоже Может быть Такие Зависимости То есть Люди Любят Животных Там Завести Хотят Кошечку Там Попугай Собачку Вот Это Не Бесплатно Но Я думаю Что Для Общества Они Не Настолько Уж Серьезно И Повлияют Если Там Человек Держит Там Собачку Например Но Опять же Я Не Согласен С С По Себе Но При Этому Прекрасно Помнит Этого Человека Который Ему Спас Жизнь Обогрел Его Холод Когда Был Согрел И Дождя Укрыл Себя Но Он Не Живет В Квартире Он Не Живет В Доме Он Может Приходит Только В Дом Квартиру Чтобы Принести Задушенную Крысу Или Что Еще Показать Что Вот Хозяин Смотри Я Отрабатываю То Что Ты Мне Ну да А бывает Бывает Какая-то Супер Породистая Там Собачка Которую Нужно Там Стрич Делать И маникюр Там И все Прочее Вот Это Приводит К Довольно Серьезной Зависимости А вот Это Зависимость Уже Не К С самой Собачке Это Зависимость К тому Мировоззрению Который Был Навязан Человеку Я Когда Вспоминаю Как я Увижу Например Девушек Которых На руке Маленькая Собачка Какие там Той Терьерчики Как они там Называются Ну такие Совсем Не пойми Какие Собачки Трудно Назвать Больше Они на крыску Похожи Мелкие Такие На руке Все время Носить Надо Потому что Они все время Дрожат И Так Противно Визгливо Гавкают Вот Да Боятся Всего И В общем Как с Детем Они Мы об этих Зависимостях Разговариваем Сегодня Сама Та собака Она В общем То Ну какая Зависимость Может быть От собаки Если ты Живешь В деревне В общем Возьми Представь Например Волкодав Который Живет В будке Который Ни снег Ничего Мороз Не страшны Главное Чтобы было Какое-то укрытие Наверху Она и на снегу Может спать Как у нас В деревне Живут Неск собак Да Их закрывают На день Чтобы они Случайно Не выскочили На улицу А вечерком По деревне Дают погулять Когда уже Народ расходится Спать Ложится Вот они Бегают Такие Довольные Счастливые Если кого-то Встретят То они Спрашивают Зачем Сюда Пришел Есть Обычный Двор Терьера Ну это Ладно Здесь Надо понять Какая Зависимость Как не Избавиться Если Это Зависимость На уровне Мозгов Сидят Две Блондинки Одна С собачкой Вторая Тоже Там Может С чем Нибудь Сидят И смотрят На колесо Машины Ну дорогая Феррари Стоит Например Красненькая Как всегда И они Смотрят Одна Говорит Блин Колесо Спустило Вторая Ну что Совсем Спустило Да нет Только Снизу Вот Если Это Зависимость Мозговая То У них Проблема Мне кажется Она Не решается Тем Что ты И расскажешь О том Что Ну а Какие Еще Эмоциональные Зависимости Есть На мой взгляд Это Какой у тебя телефон И ты говоришь Ну гаджеты Да Хороший у меня гаджет Вот Дорогой Там За тысячу Там Сайт Ну ты знаешь Я бы это отнес К пятому пункту Желание обладать Зависимость Это не желание обладать Это желание Быть А это Ель Это Вот Он же Смотри Я видел много людей Которые идут с этим гаджетом И он Этим гаджетом Умеет Только набирать На нем номер телефона И звонить И нажимать трубку Алло Когда ему звонят И больше Они вообще Не пользуются им никак Например На одном предприятии При мне Покупалась партия Дорогущих айфонов Партия Представляете Да Всем топ менеджерам Я спрашиваю А для чего У вас же вот Смотрите У вас телефоны У всех есть Ну понимаешь Что тут Корпоративный Такой дух Мы там На переговорах С японцами Будем Корейцы приезжают Там еще кто-то Вот мы Достаешь Или Или Эппл Например Компьютер Создать себе Имидж Это зависимость Социальная Зависимость Которую Им навязать Ну да В этом плане Они выбросили Кучу денег Потом купили Себе еще Вот этих Как называется Эппл Компьютеры Которыми Они тоже не умеют Пользоваться Над грызаным Яблоками Над грызаным Яблоком Но они у них Стоят В офисах Они с ними Куда-то там Приходят Раскрывают Вот они Айфоны Выкладывают Ноутбуки Вот эти Достают И все Но они не умеют Ими пользоваться Это социальная Зависимость То же самое Собачки Вот эти Это социальная Зависимость То же самое Дорогие машины Какие-то Ботинки Например Которые Пускай будут Жать Пускай они Там неудобны Но зато Это ферма Ферма Я не знаю Там вплоть до Трусов Которые там Никто не видит Но зато Там цветочек На нужном месте Вот И если вдруг Там А у тебя такие Ой да У меня такие Трусы Ну я к примеру Так утрирую конечно Бред полный А это Это очень легко Объяснить Дело в том Что Люди которые Так мыслят Они эмоционально Довлетворяются Ну сами То есть Им как бы комфортно Сразу становятся Да Потому что Иначе никак Самоутвердиться Они не могут Вот только Вот 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 Комфортно Отчего Что Они Они попали В струю Дорогих Людей Они себя Пытаются Поставить На уровень Дорогих Людей Самое Обеспеченных Самодостаточных Самоутвержденных И не важно Самое главное Выше других Нет Хотя бы на уровень Многих Залезть туда Вот в эту вот Ячейку общества Залезть В эту Не знаю Как там еще это назвать На тот уровень Общества Курятник Курятник да Чтобы можно было Какать на нижнего Клевать ближнего И смотреть по повышнему Вот из той же серии Самое главное Лезть повыше надо Повыше Да Чтобы находился Вот теперь стоит вопрос Вот такому человеку Можно что-то Объяснить Или не можно Вот здесь же Заставить задачу Мы выяснили Что в первую очередь Это социальный вирус Которую Человеку внедрили В бошку Просто вбили Кувалды туда Через там Телевизионные Какие-то средства Массовой информации Через интервью Ну так посмотрите Посмотрите Вот я не знаю Как у вас на телевидении Но у нас-то вообще Особое телевидение Да Но честно говоря Засилие вот этих Модных фэшн-шоу На телевидении Это просто Я вот так поклясала Просто каналы Это Ну Я не знаю Просто воспитывается Какой-то культ Там Супер культ Супер правильно одеться Можно там уметь Там Вообще Не важно Сколько это стоит Какие-то там Деньги И то есть Что самое страшное Что люди Которые начинают Вот ну Мыслить вот таким образом Что если у него Как ты говоришь Трусы там С правильным цветочком Да То значит Они выше других И соответственно Как бы ну Вот эта вся вот Высшесть над другими Она как бы Вот этим и ограничивается То есть они уже думают Что не нужно Какое-то образование Что не нужно Какое-то понимание Каких-то глобальных Процессов Там В мире Да Они думают Что у них все У них правильный Там Правильный цветочек На белье И все И вот они уже там Выше Мне очень понравился Термин один Вот на фоне Всех событий Как бы да У нас в стране Гуляет такой термин В интернете Это разряд Рукопожатных Может слышал Кто Это люди Которые Вот То есть За то Что тебе Пожал руку Какой-то там Ну назовем это Ален Делон Или не знаю Кому кто ближе Да То люди там Готовы Вообще Таких масса Просто Потратить Все У меня была Одна такая Знакомая Она говорила Я хочу себе Там какие-то перчатки Какого-то жутко модного Дизайнера За две с половиной тысячи Вот Ну это гривен На ваши деньги Там на ваши надо перевести Еще Вот Да Ну то есть Можно себе представить Да Это при том Что человек живет На съемной квартире Так На минуточку Вот Уже там лет шесть Да То есть Но зато он на перчатке За две с половиной тысячи гривен И вот эта мысль Это на самом деле Это психологическая Вообще болезнь Вот 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 эта мысль Она человека Она Ну как бы Дает ему думать Что он уже автоматически Пересвислен к рангу Вот этих рукопожатных То есть Вот все Он уже там Может прийти на какое-то мероприятие Есть еще одна вот Интересная зависимость Ну это опять же Чисто женские Такие вот моменты Но Что Можно прийти в какое-то Жутко дорогое заведение Жутко Там вообще кошмарно Где Чашка кофе стоит Там сто долларов Грубо говоря Вот Ну то есть Но Они туда пойдут За последние деньги А на самом деле В голове нет О том что Вообще В принципе Чашка кофе за сто долларов Ну это Ну это Маразм Как минимум То есть Ну это Это то же самое Что вот я много раз слышал Что Некоторые Чины Высокие Или Вот Бизнесмены Они Буквально На смысле слова Соревнуются Друг с другом У кого например Ремонт лучше Один там пришел Увидел там Себе там Сделал плитку Какую-нибудь Кафельную Итальянскую Пришел Увидел круче Приходит Нанимает Сдирает Эту плитку И едет Куда-то Еще ищет Новую Дороже Там и настолько Это что В буквальном смысле слова Он живет В постоянном ремонте Но увидев Что-то новое У кого-то Тут же Сдирает у себя По новой Делает Это вообще Доходит Ладно А скажите мне К какому Виду Зависимости Можно Отнести Адреналиновых Вот этих Наркоманов Что ли Прыжки с парашютом Например Люди Вообще Не могут Без Или Положен Это Можно Отнести К эмоциональным Зависимостям О Измены Супругам Есть же Такие люди Которые Вообще Без Этого Не могут Есть Такие Вот Я даже Лично Знаком С Некоторыми Людьми То есть У него Это Как Спорт Ну Мне кажется На самом деле Это общество Подогревает Вот это Все Ну Не знаю Ну Может быть А может быть Люди Такие То есть Я вот Знаю Некоторых Таких Которые Вот Только Вот Из поля Зрения Жены Он Уже К юбке Какой Ни Пристраивается Уже Там Назначает Что-то Там Договаривается Вот Какое Зависимость Это тоже Зависимость Понимаете То есть Дело в том Что Мало То Что В семью Надо Нести Надо Еще Любовницы Что-то Принести А Это Тоже Деньги Их Тоже Надо Не задумываясь Для того Чтобы Воплотить Вот Эту Свою Зависимость Ведь Разговор То У нас Сегодня Об этом Правильно Же Ну Я думаю Что Эмоциональный Мы тоже Перебрали В принципе Ну Можно Отнести Что мы Туда Телевидение Мы отнесли Эмоциональной Зависимости Подожди Подожди Мы не рассмотрели С тобой Понятно Все остальные Зависимости Они крутятся Вокруг Социальной Зависимости То есть Все У нас Идет От Социальной Зависимости Согласны Вы с этим Или нет Ну Чтобы Заработать Денег Любым Способом То есть Смотри Чтобы Оплатить Социальная Любая Зависимость Давайте Посмотрим Что Внушает Общество Средства Массовой Информации Вот Из чего Вот эта Социальная Зависимость Формируется То есть Если у меня Не будет Трусов С правильным Цветочком Если у меня Не будет Правильных Башмаков Правильных Погоценно Все То есть Если у меня Вот этого Перечисленного Не будет Не будет Золотого Унитаза Который Я поставил С бриллиантом Там Где нибудь Внутри То в этом Случае Будет Какая-то Проблема И из-за Этой Проблемы Я буду Неполноценным И не получу И вот дальше Можно перечислять Чего не получит Человек То есть Я буду Голодать Я буду Неуместен В каком-то Обществе Нерукопожатен У меня Не будет Хороших Связей И я не получу Породистой Собачки Ну нет Породистой Собачка Это имидж Давай так Вот есть имидж А есть необходимость Человеку Давайте вернемся К тому Что необходимо Человеку В первую очередь Мы с тобой Ты сам уже Определился Воздух Вода Еда И необходимые Какие-то Жилье Одежда Да Все Дальше Там идет По минималке Все Плюс устройства Но не гады Да Но не гаджеты Вот теперь смотри Какая интересная Ситуация Значит Те которые Себя Хотят продвинуть В общество Они ведь думают То же самое Об этом же Им же тоже Необходимо жилье Им же тоже Необходимо Одежда Им тоже Необходим Какие-то устройства Пища Вода И воздух Но Социальные Социальные Паразитарные Устои Они крутятся Опять же Вокруг Необходимых Первого Второго Третьих Пунктов Но только На другом Немножко Уровне Ты отсюда И отсюда Не уедешь Никуда Вот В своем Фраке С головы До самых Ног Вот В своих Штеблетах С айфоном Вот ты сейчас Вот здесь В этом Коровнике Будешь В течение Скажем Полугода Лопатой Хочешь айфоном Хочешь лопатой Дел твое Перегружать Хочешь вилами Перегружать Навоз От коров Вот сюда Например В эту кучу А потом Из этой кучи Будешь загружать В трактор Потом В этом тракторе Вместо феррари Поедешь И будешь Разбрашивать Так же вилами Лопатой Например Там по полю Вот как вы думаете Что-то изменится В жизни этого человека Ну Леш Ты вот сказал Что он будет Разгружать навоз Но это ты выбрал Самое Самое Как бы Ну А я специально Это выбрал Жень Я специально Это выбрал Для того Чтобы понять Как на его жизнь Я тебе хотел сказать Не за то Это в принципе Обычный труд Который не несет Никакого вреда Понимаешь А вот если мы возьмем Допустим Человека Который Инспектором По ювенальным технологиям Идет Разрушать семью И он Выполняет Этот закон И думает Я не хочу его выполнять Но я его буду Выполнять Потому что Меня выгонят Иначе с работы И я не получу Своих там Причитающихся Серебренников Да Вот И не воплощу Там в жизнь Это же совсем Другое Понимаешь Есть два варианта Людей Мы уже определили Первый Даже несколько вариантов Но первый из тех Которые рвутся Кверху Для того Чтобы быть рукопожатными В любом обществе Через это Через эти знакомства Получить какие-то Выгоды Получить какие-то Приспособленческие Способы Там выживания Для того Чтобы Хорошо Жить Жирно Жрать Мягко спать И на остальных На всех В рифму Сверху Плевать Скажем Вот Есть другой вариант Когда они находятся В бодлячном состоянии И их до такой степени Внушили Что они ничего В этой жизни Не могут Кроме как Делать то Что им скажут И попробовать Только не выполнить Что тебе скажут Тебе сразу Пинка под зад И отправишься На помойку Бомжевать Вот первые Те Они пытаются Купить Дорогие машины Еще чего-то Причем покупают Или там в аренду Где-то взять Чтобы Есть такие случаи Знаешь что Приходят в аренду У него накопил Там 300 долларов К примеру Вот он на час Берет машину На последние 300 долларов Подъезжает К какому-то Там Место Ресторану Где его пригласили В ресторан Даже заплатить не может Его пригласили туда Но он подъезжает С шофером На дорогущей машине Эти последние 300 долларов Он уже проплатил У него даже На метро Обратно Грубо говоря Он будет стрелять Деньги на метро Или на автобус Или на что-нибудь еще Вот Но он в этот ресторан Заходит И говорит Ох ты Ой елки-палки Он приехал Там личный водитель Смотри какая машина Там у него Ёлы-палы Лексус Там и так далее Вот Такие люди есть Он блистает в обществе При этом Как портос Прикрывает Задницу Широким плащом Да Которая там Скрывает Совсем неприглядные Какие-то моменты А есть люди Которые Заткнули рот Сказали Если ты не будешь Пополнять наши приказания Ты вообще жрать не будешь И тот и другой Пытаются Находиться В своей нише Любым способом И тот и другой Прибегают К различным способам Хищрения Один только Использует Вот такой Вариант Ну как сказать Там Изворотливости Тратя последние деньги Чтобы в надежде Чтобы потом Срубить бабла Познакомиться С какой-нибудь Женщиной богатой Или девушка Приходит В дорогой ресторан Как говоришь За 100 долларов Покупает чашечку кофе И эту чашечку кофе Она кипятит Сидит в своих руках Целых там Четыре часа В надежде что тот к ней подойдет И начнет знакомиться И не дай бог Это будет тот Который приехал в этот ресторан На последние 300 долларов Понимаешь Да Вот она сразу Пытается отшить Там Не задавал Это какой-то Который себя там Корчит что-то Это один тип людей Они просто Пытаются Влезть Через постель Через какие-то Выкрутасы Финты Высшее общество Чтобы Как я сказал Жирно жрать Мягко спать И ни о чем не думать Их не интересует Ни любовь Ни честность Ни совесть Стоит ли с такими людьми Разговаривать в дальнейшем Я не знаю Стоит ли вообще О них говорить Тоже не знаю Потому что это Отстой еще худшего Варианта Даже чем проститутки Так вот А есть люди Как ты говоришь Тех которых Просто вынуждают Вот он Ну например Там женщина Осталась Одна С тремя детьми Да Муж Или погиб Или ушел Или что-то случилось И говорят Ты будешь работать В ювенальной инспекции В ювеналке Инспектором И твоя задача Будет ходить И выявлять Кто хорошо там живет Дети тебя обижают Причем Ты должна выполнять план И не дай бог Ты план не выполнишь А план-то заключается Вот в этом Вот в этом Вот она понимает Сама Что у нее Там несколько детей своих Дома сидят И их надо кормить Но при этом Она понимает Что такие же дети Находятся в той семье Куда она идет Что там тоже может быть Мать-одиночка У которой Сложилось что-то Вот Против ее желания И она не пьяница Она не без работы Она пытается сделать работу Но так складывается судьба И та и другая Стоят перед выбором И та и другая Готовы идти На Уступки своей совести Чтобы прокормить свою семью Как я встречал Например Женщин Которые Продают из-под полы Алкоголь Им все равно Кому продавать Вечером стоят Там где-то Где-то продают Сейчас же уже Закрывается Там какое-то время Уже В России Алкогольный Да-да-да И они стоят Почти везде уже Да Они стоят уже Там из-под полы Продают Как это было При Советском Союзе Когда там А-ля сухой закон Водили Который не был сухим Закон на самом деле Ну ладно И вот так вот стоят И подходишь Или там сигареты Сейчас же тоже сигареты Запрещено Вот так вот Рекламу проводить И так далее Но детям точно Да Но они готовы Любому продать И к ним подходят Или наркомании Какой-то торгуют Травкой И чем еще Подходишь и говоришь Баб Дусь Там Тетя Дусь Что ты делаешь Что ты к ним пристал Мне детей кормить надо Говорю Подожди А чем твои дети Лучше тех детей Которым ты продаешь это А если твоим детям Кто-то продаст Леш Вот помнишь Такой был фильм Шварценеггер Там снимался Назывался И он вспомнит все Там про Марс Там помнишь Видел Да И помнишь Кто его предал Один из мутантов Да Он говорит У меня там четверо детей Мне там детей кормить Надо туда-сюда Вот в итоге Что выяснилось У меня вообще нет никаких детей И заметь Насколько я вот Могу судить В основном Говорят о том Что мне надо кормить детей Именно те Которым их кормить не надо И наоборот Вот это как раз Женщина Которая осталась без мужа Работающая в ювенальной инспекции Имеющая нескольких детей Придя к такой же Как она Она будет любую возможность Выбирать Чтобы ей чем-то помочь Не факт Это я тебе на все стопы Не факт Не согласен Ну я так думаю Ну может быть Есть такие Но скорее Это исключение Из правил Мне кажется Ты знаешь Если человеку привить Что он должен Хорошо выполнить свою работу Или он окажется на улице И сказать так Что если ты не выполнишь Твои дети будут голодные То в этом случае Этот человек Во многих Вот смотри Ты должен понять Что человек Который идет в ювенальную инвестицию Он в принципе Четко осознает Куда он идет Очень мало там людей Которые не понимают Что они делают Очень мало там Ну это уже наркоманы идейные Вот Получается Что они идут Потому что Или у них Не все в голове Тараканы Правильно Расселись на местах И они просто Не понимают Что они делают Это больные люди Я считаю Вот Или Это люди Которым Конкретно сказали Что у тебя Другого способа Выжить не будет Им внушили это Поэтому Если человек Идет На сговор Своей совестью Ему все равно Что делать Ему скажут Продавай наркотики Или ты умрешь И твои дети умрут И он будет продавать Если мы внушили Что если он не будет продавать Умрут его дети И он умрет Или отнимает других детей У таких же как ты Это значит Делают Крысу поедающей Таких же крыс Грубо говоря Знаешь Бросают в бочку Крысоедов делают Крысоедов да Или ты И им говорят Или Мы возьмем на твое место И ее Она в такой же ситуации И она придет Твоих детей Отберет Так что выбирай Здесь очень все просто Вот эти ситуации Вы должны понять Что структура В которой сейчас Находится весь Славянский мир Весь без исключения Где-то чуть-чуть Она правее Где-то чуть-чуть Она левее Где-то она послаще Где-то погорячее Погорчее Там Похолоднее Не важно Но суть такая Что сейчас Система Нацелена Заточена На одно и то же Поэтому И вбиваются Вот эти Варианты Зависимости Вбиваются Варианты Необходимости Которые абсолютно Никому не нужны И ради этого Людей Заставляют Делать выбор Без выбора Я как-то в передаче Говорил Есть такой Социальный прием Выбор Без выбора Если не помните То я напомню Он очень простой С детьми он проходит на раз То есть Затевает маму уборку Вот три оболтуса сидят Там Например Маленького возраста Она говорит Все Начинаем убираться Дети Ну Мамы Она не говорит Ладно Есть выбор Убираться Не убираться Она этого не говорит Она говорит проще Значит Будет мыть пол А кто посуду И есть три варианта Мыть пол Мыть посуду Выносите ведро Там Да Все Или Вопрос такой Ты игрушки Уберешь Сейчас Или перед сном Понимаете Да Та же самая Система Работает И повзросленно Давайте Придумаем Пример Такую Систем К примеру Выборы О которых Начали говорить Вот давайте Выбор Мы предоставим Две кандидатуры И вот Ходят такие Адитаторы Говорят Вот вы за кого Будете голосовать За человека Который В бандитском мире Вот он Вот он Пупкин Он бандит Конкретный Или вы будете Голосовать За юриста Образованного Который Сможет вас Защитить Который Давно Уже В бизнесе Он знает Как работает Бизнес Все уловки Знает Он давно Уже Связан С социальными Какими-то Реформами Он уже Там 10 лет В думе В какой-то Сидел Он все Это знает Политику Знает Он вас Защищал Все это Время А этот бандит Он только что Из колонии Вылез Но Освобожденный Мы не имеем Права К примеру Запретить ему Участвовать В выборах Вот за кого Вы будете Голосовать Вот этот Или вот этот То есть Они не говорят О том Что в принципе Можно как-то Сделать Выставить Своего Кандидата Собрать Подписи Или что-то Еще И против всех Проголосовать Уже не вариант К примеру Они настраивают Против одного И настраивают За другого Это называется Выбор без выбора И такие Если правильно Агитатор работает Он наговорит Необходимо Вы представляете А ведь за этого Это идиота Куча людей Он облапошил Идут Если вы не придете Он придет к власти То есть Сначала Ставится То Хотите вы Или этого Или хотите этого Убирается вариант Что никого не хотите Потому что И тот Негодяй Оставится Разговор Таким образом Что вы хотите Этого Или этого И естественно Что хотят Добропорядочного Который заботится Который образованный Который уже Политик Бизнесмен Который все это Знает Естественно За него А вот дальше Идет уже Подрихтовочка Вот этого желания Если вы не придете То тогда Те безумцы Которые Не настроены На хорошие отношения В обществе На то Чтобы вы Жили хорошо Они придут И за этого Пупкина проголосует Который все Сойдет к бандитским Разборкам И к обогащению Самого себя И все И вот Если таким образом Настроены Выбор без выбора Срабатывает В первом случае Во втором И дальше Просто человек приходит И ставит галочку За вот этого Бизнесмена И опять попадает В ту же самую Кабалу Вот это Выбор без выбора Поэтому Когда мы говорим О том Что большинство людей Ну те же самые менты Вот если тебя из ментовки Выгонят Куда ты пойдешь Какое Как правило Ответ Пойду в пожарную Охранную Ну охрана Или пожарная Потому что Ничего другого В жизни Не умеют делать Грубо говоря И ничего другого И меня не учили Да и не хочу Вот 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 ключевое слово Не хочу Не хочу Понимаешь Леша Вот это всегда говорят Когда говорят Я больше ничего не умею Особенно Это любят Говорить военные Там Какие-то спецслужбы Уволенные Я всегда говорю Так Ребята Я когда-то Вообще Ничего делать не умел Потом научился Тому 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 И сейчас Я еще могу Очень многому научиться И когда мне говорят Что я не могу Этого делать Потому что Я ничего Этого никогда не делал Я вот только Вот это умею Это значит Люди говорят Я не хочу Делать ничего другого Кроме того Что я делал А почему Не хочет Ну потому что Он к этому привык Он знает Где тут заработать Где тут пролезть Что-то А вот теперь Я понял тебя Я понял То есть он привык К тому что есть Он привык к тому Что за меня думают Мне говорят Что делать А я всего лишь навсего И исполнитель То есть я самая Та проститутка Которые сказали Вот в этой позе будешь Вот в этой позе будешь Оденешься вот так Разденешься вот так Поедешь сюда Возьмешь это И привешешь Все Это скажем так Это проститутки Которые не хотят Ничего другого делать Кроме как торговать тем, что у них есть и чему они научились. Все, другого они ничего в жизни делать не имеют. Вопрос, почему так случилось? Ну, неужели люди настолько ограничены, что они не умеют как-то правильно себя вести, ставить жизни, чтобы вот жить правильно, не нарушая какие-то коны, поконы? Ведь смотри, любые... Я считаю, что это малодушие. Нет, это не малодушие. Малодушие – это уже следствие того, к чему их приучили. Давай разберемся. Наше человеческое тело на любом уровне устроено абсолютно одинаково. Неважно, это мышца, неважно, это железа, неважно, это мозг, к примеру, все работает по одному и тому же плану, на одном и том же принципе. Если человек не применяет что-то в жизни, то это неприменяемое из жизни этого человека убирается. Самый простой пример знает любой медик. Если человеку в гипс засунули руку, да, в гипс ему закрутили руку, к примеру, сломал он там чего-то себе, проходит, грубо говоря, 3 месяца или там чуть побольше, если более сложное что-то было, полгода, снимает, а там косточка в коже. То есть мышца, которая не использовалась, она организмом убирается. Ну зачем кормить то, чего не используется? Понимаете? Она не убирается, Леша, она атрофируется, ее потом можно обратно развить. Убирается ее масса, хорошо, ладно. То есть человек, если раньше мог поднять, грубо говоря, спокойно 16 килограмм выжать, да, согнуть рукой руку, удержав 16 килограмм, то теперь он и 3 килограмм не поднимет. Другой рукой, пожалуйста, как он работал, так он поднимет, может за то время, пока он был в гипсе, рука еще у него крепла, потому что больше приходится утруждать. То же самое происходит и с мозгами. Если человек делает однотипную работу, он превращается в робот, который ничего другого, кроме вот этого выполнения определенной задачи, делать больше не умеет. И для него уже становится в натугу делать что-либо, что не связано с его прямой работой. К примеру, как говорится, человек, если проработал больше нескольких лет учителем, то он учителем остается на всю жизнь. Если человек проработал больше трех лет на каком-то конвейере, он сам становится роботом, собирающим одни и те же железки, крутящие там, одни и те же детали сворачивающие, или там проверяющие что-либо, или там заливающие что-либо. Короче говоря, развивается определенная часть его организма, а все остальное атрофируется. И чтобы к другому потом перейти, нужно этот организм весь перестроить, перетренировать, так сказать, на другие условия жизни, работы, мышления и так далее. То есть, если мы возьмем... Каким образом это делается? Вот берут человека, желательно, чтобы он, конечно, не очень пожилой. Ну, так вот устроено в этой жизни. Вот, к примеру, он там пять лет прослужил в армии, в каком-нибудь там младшем составе офицерства. Он уже знает все входы-выходы, он уже знает прекрасно, как здесь себя вести и так далее. И вот друг его берут, вот мирная жизнь была, да. То есть, он жил, сапоги с утра натягивал, вечером их снимал, одевал тапочки и халат на... На свежую голову. Да. И вот он ничего другого больше делать не умеет. И взяли его, например, и забросили на небитаемый остров. Дали ему нож, дали ему топор, к примеру, коробок спичек, ну и там на первое время несколько консервов. Все. Выживай так. Ну ты прям крутой придумал. Да, пример. Ну а что ты? Вот нагляднее было, да? И дали ему, например, книжку выживания в эстремальных условиях на небитаемом острове. Умеешь читать, не забыл, как читать. Есть у тебя легкие инструменты какие-то, выживешь, сделаешь веревки, ножом там нарежешь, что тебе нужно, топорик у тебя есть на рубе, что тебе нужно, научишься разводить огонь, если он тебе нужен, если, конечно, там необходимо огонь для согревания, научишься там добывать корешки, научишься, если там нет корешков, рыбу ловить, нет рыбы, там еще что-то. В общем, научишься выживать. И человек начинает размышлять и превращается в Робинзон и Крузы, который из одного зернышка вырастил в себя целое поле, который начал взращивать дикие какие-то растения и превратил их в нормальные, оккультуренные, которые стал разводить коз для того, чтобы там молоко давали, который охотиться научился для того, чтобы одеться и так далее и тому подобное. Он был человеком абсолютно заурядным, но при этом, пробыв несколько лет на этом острове, он познал этот мир, он познал сам себя и он развил свою соображалку до того уровня, чтобы быть человеком, чтобы человек, который может жить в гармонии с природой, не нарушая ее, но и развиваться. Вот если просмотреть о том, кто такой Робинзон Крузы, как он из ничего, из обыденного человека, жившего в цивилизации тех времен, сделался человеком самостоятельным, мы увидим, что это один из самых лучших способов. Другой способ, который сейчас развивается в нашей жизни, это превращение из овощей человека, это война. Вот как бы звучало неприскорбанно, как это не было бы страшно, как бы это может быть не было бы... Но это фактически одно и то же, то есть ставится человек на грань жизни или смерти. Вот сейчас много беженцев в России, да, показывают сводки. Кстати, когда Наталья говорила, что она смотрела там телевизор, я тебя завидую, у меня телевизора нет. У меня вот тоже нет, мы просто приезжаем когда в гости, то это становится развлечением. Понятно, понятно. Я вот когда приезжаю на какое-нибудь предприятие, там посмотреть что-либо, да, тут есть телевизор, я с чем-то занимаюсь, иногда там смотрю, что показывают. Оказывается, столько новостей идет по Украине, столько там беженцев, всего остального, столько прям вот каждые пять минут выходит по новой программе, какая-то там новость, причем они все повторяют. Но у вас еще хотя бы это, скажем, очень близко к правде, то, что у нас говорится, ну, это просто вообще отдельный разговор. Я не знаю, насколько близко, не близко, потому что здесь надо все-таки связываться с людьми, которые там на местах живут, но похоже на правду, да, многие вещи похожи на правду, где-то утрируют, где-то там само собой. Ну, средства массовой информации все-таки это средства массовой информации. Но суть-то в том, что... Нет, но смотри, даже сам Стрельцов вот в некоторых роликах говорит, по нам не стреляют, стреляют исключительно по мирным жителям. Ну, ясно. Я про другое говорю, что вот сейчас я вижу, как очень много людей прибывают в сопряженные территории с Украиной, в Россию, и как их там размещают все трудности, как там проявляется вот этот вот гадкий какой-то характер, сделать деньги на людях, кого-нибудь там приписать куда-то, чтобы больше выделили денег и так далее, и тому подобное. Вот эти все качества, они проявляются. И я вижу людей, которые абсолютно беспомощны, которых приучили, просто как вот приучили, как дойных коров. Ты идешь на дойку, тебя подоили, потом ты идешь на падбище, попаслась, потом ты идешь, например, к быку на прием, тебя осеменили, потом ты идешь опять в стойло, опять тебя там доят, к примеру, и все. Жизнь расписана, грубо говоря, чуть ли не по минутам. И когда случается такая проблема, что через их головы сначала летели снаряды, и они продолжали возиться в своем огороде или ходить на работу, и говорили, вы представляете, вот через нас стреляют. А когда уже в их огороды, в их дома стали летать минные мины и взрываться, они стали плакать. И другие смотрят на них, так же говорят, ну вот по ним стреляют, да это страшно, но меня же не стреляют. То я просто хватаюсь за голову и думаю, ну до какого же степени люди превратили вот в это стадо, которое, страшно говорить какие вещи, но, к сожалению, я их вынужден говорить, что если минные лечат через меня, убивают кого-то другого, да, это неприятно, но меня же не трогают. И я не сопротивляюсь, хотя там у меня в городе родственники живут, и знакомые там у меня есть. Я знаю, что... Леш, Леш, а ты возьми теперь того, кто стреляет, вот эти вот наемники. Мерзота вот эта вся. Да, да, они же тоже от зависимости-то делают, им нужны деньги на что-то. Проститутки, я уже об этом говорил в эфире, это конкретные военные проститутки, которые продают уже более ценное, нежели просто свое тело. Тело что, бренно, да, противно, гадко, но это бренно, они продают-то более высокое что-то. И они так же рассуждают, а мне деньги-то тоже нужны, ну платят же деньги. Леш, а ты не думаешь, что вот эта вот тяга, когда, как говорится, человек быстро привыкает к хорошему, что-то получил человек, ему уже хочется больше. И вот эта вот тяга к тому, чтобы наращивать потребление, она сидит в большинстве людей. Ты знаешь, я тебе очень скажу, большинство вот этих мерзот, которые там это выполняют, ведь они не из-за хорошей жизни это начали делать. Обрати внимание, как опять же структура, которая сейчас очень четко выстроена, создает кучи вот этих дешевых наемников. Я не говорю про элитный спецназ. Это вот как раз, они подходят под тот уровень, про который ты описал. Желание жить хорошо, потому что выполнение какой-то работы, как они это называют, она хорошо оплачивается. Это спецназ, который, ну, частной армии. А я говорю про мерзоту. Как вот эта мерзота, откуда она берется? Ведь смотрите, давайте возьмем, где это был опробован, такой вариант. Он был опробован на Ближнем Востоке и Северной Африке. Когда людей, целую страну превращают в общество неимущих или общество малоимущих. Страну превращают в страну третьего мира, развивающуюся страну. К примеру, как это делать? Советский Союз помогал, 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 вроде развивалось, развивалось. Потом натовцы, пиндосы туда вошли. Советский Союз оттуда вышел. Они разрушили все дороги, все инфраструктуры, школы, больницы и все остальное. И сказали, вы или занимаетесь торговлей, выращиваете наркоты, или наркотики эти сопровождаете, или идете воевать. И уничтожили инфраструктуру до такой степени, что людям просто элементарно жрать нечего. Все, где они могли что-либо продовольствие выполнять, кто в Афганистане был, тебя знают. Коровы там достаточно тощие. Мест, где можно прокормить корову, в Афганистане очень мало. Очень мало. Там коровы ест все, все отходы, все, что остается от семьи, а семьи там мало оставляют отходов. Коровы жирают все. Вот ходят у них там, ребра торчат, задница, кости торчат острые. Вот она там, не знаю, как ноги передвигает по жаре, она жрет все, что угодно. Вот все, что найдет, она жрет, как пылесос. И вот с этой коровы они еще умудряются молока нескольких литров получать в день. Так вот, жрать там особо нечего. Все плодородные земли уничтожаются. Пролетает самолет, который высыпает какую-то дрянь, и там просто ничего не растет. Вот этих азисов в Афганистане не очень много. Очень мало, можно сказать. Их просто уничтожали пиндосы. И единственное, что там начинало расти, это какие-нибудь наркосодержащие вещества. Какие-то растения, содержащие нарковещества. Им говорили, вот это ваш бизнес, вот за это мы будем платить деньги. И вам не надо трудиться, вам не надо работать. Вы просто это охраняйте, никого сюда не пускайте. Вот вам автоматы, вот вам еще что-то. Пожалуйста, объезжайте, собирайте и сдавайте. Будет приезжать человек, будете сдавать, получать деньги, продавать, покупать себе продовольствие. Ваши семьи будут готовы. Или другой вариант. Разбивают, им даже не предлагают наркотики. Покупать. Никакой работы вообще нет. Ничего не растет. Ну, возьмите, к примеру, там, сектор газа, да, или что-то еще. Израиль сделал такие условия, когда людям вообще жить не на что. И там создается целый клан наемников, когда говорят, вот ты поступаешь на службу, и мы твоей семье сразу платим, например, там, тысячу баксов. Погибнешь, если мы еще столько же семье, там, 10 тысяч баксов заплатим. То есть люди, одурманенные, кто-то Кораном, кто-то какими-то еще другими представлениями, кто-то еще чем-то, они готовы продавать свою жизнь ради того, чтобы их семья нормально существовала. Причем там говорят, если ты сражаешься с неверными, то ты еще мало того, что погибнешь, семью свою обеспечишь, ты же еще попадешь в рай, и там будет тебе и куча наложниц, которые будут девственницы, и жить там будешь прекрасно, и так далее. То есть дурманивают по полной программе. Так вот эта вот мерзота была всеопробована на Ближнем Востоке и Северной Африке. Там поняли, что при помощи их, буквально покупая за копейки, своруют у необычных людей, вот это вот пушечное мясо, можно продать любое место, подписывая с ними элементарные контракты, и они будут там гибнуть, убивать всех им пофигу, и чем больше убьешь, тем больше тебе достанется, твоя семья будет жить. И то же самое стало появляться как раз в странах, которые сейчас находятся уже ближе к бывшему Советскому Союзу или уже на территории бывшего Советского Союза. Вот это вот я называю нищета, которую специально сделали, которые вбили в голову то, что другого способа выживания у тебя нет, и вбивали это с малолетства. Они привыкли к тому, что кто-то приехал и сказал, а я вот заработал там, я вот там, ну так, пострелял, в общем-то ничего такого особо не делал. Смотрите, у меня и часы дорогие, и семья моя обеспечена, и я себе машину купил, и могу за эту машину оплачивать бензин, и я могу в супермаркет еду покупать, и еще там ля-ля-ля-ля-ля-ля. А то, что таких десяток не приехало, так скромно замалчивается. И, кстати, есть мультфильм 60-х годов, где рассказывается про зайчика, про одного, где приехал удав, волки гоняли зайцев, зайцы от них спасались, и вдруг появился такой удав. Ну, естественно, удав шапочки с американским флажком, ну, понятно, кто-то имел в виду, да, имелся в виду. Приехал он там на машине этих волков, нанял себе на службу, и сказал, вы неправильно зайцами поступаете, их не надо резать, они должны сами вам прийти шкуры снять, сами. Значит так, вы никого не обижаете, вот я указ и сдаю, что все, зайцы под моей защитой, что вы никого не трогаете, но вот этого зайчишка ко мне привезите. Значит, поймали там трусливую зайчишку одного, или как он сам к ним пришел, ему там в уши надули, что он теперь представитель всех зайцев, ему дали новую шубку, которая очень красивая, его накормили, там дали еще чего-то, охрану ему волков дали, и сказали, выступай перед своими собратьями, рассказывай, как хорошо жить в новом обществе, и он пошел, волки стоят рядом, его охраняют, говорит, видите, охрана у меня, видите, у меня новая шуба, я ничем не нуждаюсь, вот, а все это дал мне удав он тот, и ваша-то задача какая, просто снять старые шкуры, отдать их удаву через волков, и через какое-то время вы получите уже новую шкуру, он бесплатно это все вам раздает. Ну, все зайцы раздали, только там несколько людей, которые были, зайцев, которые были бородатые, не сняли шкуры, говорили, не верю этому удаву, уже это было, остальные все, да ладно, ты там нас запугиваешь, так далее. В конечном итоге закончилось чем? Закончилось тем, что все остались без шкур, закончилось тем, что на этого зайца все накинулись, а он прибежал к этому удаву и говорит, слушай, что делать-то, меня вот там накидываются, в общем, сняли с него тоже эту шкуру, в конце концов, теперь он сказал удав, а теперь этих зайцев можете есть. И волки накинулись, сожрали этого зайца и стали всех с нами жрать. То есть он содрал все шкуры, богатым остался, через обещания, через не хочу, через дураков, которых облапошли, которые честно думали, что вот с другими поступят точно так же. Возьмут старую шкурку, а взамен дадут новую шкурку. И всем будут жить там при коммунизме или как-то еще. Вот мы потихоньку подошли к невежеству, да? Да. Вот, то есть через невежество еще вот эти вот люди в эти зависимости впадают. Но для начала перед недвежеством необходимо людей ввести в заблуждение и в нищету. То есть создать им такие условия, когда они самостоятельно, то есть мушить, что они самостоятельно ничего не могут делать и что обязательно должен быть пахан, который их будет охранять, который будет о них заботиться и который все сделает ради них. Понимаете? То есть невежество, оно не просто так появляется. Это процесс взращивания сорняков в головах людей. Когда сеются семена невежества, все здоровое уничтожается, когда говорят, что вот смотрите, как легко жить под этим паханом, как он заботится, какой он молодец, как он все делает. И при этом вот эти зайцы, они работают на телевидении, и они всем-всем-всем в голову вбивают, что смотрите, как здорово, как замечательно, там произошла катастрофа, туда направлены МЧС, или направлены какие-то там помощи, посмотрите, как помогают активно. Ой, там сгорело что-то, ой, туда поехали. Тут война началась, тут беженцев принимают, всем там раздают подарки, всех приютят и так далее. А почему война не началась, не говорят. Сначала напугать. Да, а почему вот этот пожар случился, не говорят. А почему наводнение случилось, не говорят. А почему там взорвался завод, тоже не говорят. Говорят, что есть факт, что проблема у людей. Говорят о том, что вот этот помогает всем людям. Говорят о том, что есть какие-то враги, которые это все устраивают, а он молодец, спасает. Принцип такой, поставить человека в ситуацию выбора без выбора. Дать возможность поверить или навязать какую-то веру в того, кто всех спасет, что он белка-герой, который спасает всех. А вы живете потому, что враги вокруг. И взрывают враги, и давят враги, и спаивают враги. Вот. Но мы-то не хотим быть под началом этих врагов. Мы-то хотим быть под началом хорошего человека, который наш вождь, который наш лидер. Он нам всем шкурки раздаст новые, он нам всех спасет. И вот это невежество взращивается не год, не два. Оно взращивается с малолеста, с малолеста. То есть в школу приходят волки и говорят, попробуй только сказать по-другому. Останешься без работы. И мы с волчьим билетом тебе за этой школой пинка под зад. И он начинает думать, что мне лучше. Ну, может быть, на самом деле говорить, как мне говорят. Ну, может быть, не все. Ну, я чуть-чуть совру здесь. Ну, я же все равно буду правду говорить. Я же все равно буду стараться говорить, ну, воспитывать добрых людей, хороших людей. А то, что добрые, хорошие люди воспитываются во лжи, это уже для него не важно. И он взращивает эти сорняки в головах людей. Приходит в больницу и говорит, значит так, ты всем говоришь, что сейчас вакцина от рака действует. Прежде чем делать прививки. И не важно то, что девочки останутся бесплодные после этого. Не важно. Думают, ну, я же делаю... Получишь премию. Да, и чем будет... Ну, кто-то выливает эти прививки, да, пишет, что сделал прививки. Кто-то рассказывает, но большинство это не рассказывает. Там тетенька Малышева приходит и прям в студии делает прививки девочкам. Говорят, вот видите, теперь они спасены. Кто-то вот рассказывает о том, что вот сейчас идет борьба за лидерство в вакцине против СПИДа. Да, вот на полном серьезе. И американцы пришли, значит, там, они провели эксперимент не просто где, а в Таиланде там в каком-то, или в Таиланде, скорее всего, где было куча инфицированных, они вот эти вот принимали вакцины. И наши тоже оказываются на лидирующем каком-то там положении, лидирующем месте находятся по борьбе с этим СПИДом. И они вот эти вот вакцины, значит, разрабатывают. Но проблема, знаете, в чем, говорят, оказывается, проблема в халатности тех, кто болеет СПИДом. Потому что вот эти ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом, они не приходят на обследование каждую неделю. Они не говорят результаты, которые вот достигают при помощи вот этой вакцины. понимаете? То есть они сами виноваты. А так бы мы давно уже эту вакцину продвинули. Ну просто вот нет у нас точных результатов. То есть что идет? Идет выбивание государственной программы, которая спонсируется откуда-то сверху. Любое государство получило указание создать программу против рака, против СПИДа, против еще чьего-либо еще. Чтобы ученые, в говне моченые, как говорится, извиняюсь за грубость, они были при деле. И они могли заниматься вот этими всеми опытами, созданием вакцин, через которые можно вводить тело человека что угодно. Создавать условия для того, чтобы не рождались дети, чтобы произвелись какие-то генетические изменения внутри человека, потому что человек перестает пить. Ну вот понимает, что алкоголь плохая хреновина, да, но при этом надо запугать его СПИДом, Раком, еще чем-то еще. Закормить таблетками. И так далее. Для этого нужна программа, которая будет и посредством масс-информации везде показываться, рассказываться. Это большая часть идет из-за денег, Леша. Все за деньги. Конечно, конечно. На этом зарабатывают хорошие деньги. И смотри, что происходит. Волки, вот как в этом мультике, да, есть тот удав, который говорит волкам, чего делать. Удава же просто тоже кто-то послал в эту страну, не просто так. Кто-то его сделал руководителем в чем-либо, кто-то сказал, как надо пользоваться. Ну да, иди и сам немножко заработай, как сможешь. А зато и наше дело сделай, да? Конечно, ты же будешь сыт, ты же ничего плохого не делаешь, ты же удовлетворяешь те необходимые потребности, которые тебе нужны по природе. Ну, что ты будешь на этих кроликов смотреть? Ну, они уроды. Ну, они же уроды. Они так плодятся. Чего на них еще смотреть? У тебя... И совсем на тебя не похоже. они идиоты полные, они дебилы, а вот ты хороший человек, и ты, в общем-то, спасаешь что-то? Спасаешь избранных. Ты спасаешь избранных. Понимаешь? Слушай, Леша, Леша, он то же самое практически говорит тому зайцу, которого он использует для того, что у тех остальных. Он ему уши зует. Он же эту программу взял всерьез, он же в это поверил, но он-то понимает, что он дурака разводит, а зайц тоже теперь в это верит, он и другим. А волки говорят и смотрят, а клюнул зайц, не клюнул, не клюнул, сожрем. Клюнул, а то пока напугаем, скажешь, а не будешь, сожрем. Вот, то есть, смотрите, вот этот вирус, вот вирус, он внедряется в умы людей. Ведь большинство людей то честно верят в это. Вы что думаете, что многие, например, ученые, они понимают, что они делают гадость? Нет! Они честно шли в институты. Вот сегодня, сегодня, вот я сижу, например, там занимаюсь своим делом и работает, у секретарей работает телевизор. Мы пообщались там с секретарями, там с директорами пообщались, все нормально, все хорошо. И я сижу, свое дело делаю. И у них работает телевизор. И там на полном серьезе мальчик, он говорит, я лет 12 тому, я очень люблю изучать историю. И я, вот меня хлебом не корми, вот я учусь в школе, я все учебники истории прочитал, я их знаю на зубок, но даже если нечем заняться, я беру учебник истории и еще раз заново перечитываю. Понимаете, этот человек, которому ведь никто не платил денег за то, чтобы он вот эту дрянь в себя вбивал, за то, чтобы он обман в себя ввешивал, ему просто привили вот это желание, а может быть генетически у него потребности в знаниях, да, но она привита, и он берет эту дрянь, потому что другого ничего нет. И он в себя вкладывает все глубже, 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 и он уже подсел на эту иглу. И у него какая идея, он выйдет из школы, пойдет в институт какой-нибудь исторический, и он будет дальше, уже на более высоком уровне, по тем учебникам, по тем программам, по тем данным, которые ему будут подсовывать, он будет учиться дальше, будет получать какой-то статус, и на полном серьезе будет потом эту дрянь лить в уши других людей. А вот академик рекомендует. А он же там уже станет академиком, под его редакцией выйдут книги новые, которые закажут ему этот удав. Я же за него и говорю. Да, и вот он же сам потом станет академиком, и вы спорите, будет уничтожать неучий, которые будут говорить, что это все фигня, и будет перекрывать им кислород, и будет их какие-то на улице. Вы говорите, Леша, Леша, но этот академик, это тот самый заяц, которому пообещали одежки. Это заяц, которого научили курить, которого научили бить, бить барабанный дробь вместо пенька на барабане, которому, например, научили выпрыгивать в нужный момент. И дали шубку. Да, и он получает за это вкусности, и он ни в чем, если он говорит, смотри, будешь недоволен, у тебя пенька под зад, будешь как другие заяцы спать под кустом, под дождем, вот, будешь смотреть, чтобы тебя не сожрали ни волки, ни лисы, ни совы, ни собаки, чтобы тебя охотник не пристрелил, вот, а тут ты живешь, вообще как сыр в масле катаешься, ты ни в чем не нуждаешься, вообще ни в чем. Твоя задача вовремя высунуть уши, чтобы за них взяли из шапки, ну, из цилиндра, да, чтобы тебя фокусник достал, вот, вставить зубы сигареты и сделать затяжку, чтобы все из вас сказали, нифига себе, зайцы умеют курить, или там, по барабану постучать лапками, все, больше ничего, будет у тебя и морковка, и капуста свежая, и все остальное, и все зайцы просто будут умирать, а если тебе необходимо будет сексом заняться, мы тебе таких зайцев привезем, которые вообще в лесу ты не встретишь, и ты будешь там, после того, как выступишь, с ними заниматься чем угодно и по нескольку раз в день. Понимаешь, какая ситуация? Ну да. Так что вот этих зайцев воспитывают и ставят выбор, или ты все имеешь на уровне, который тебе дозволителен, или пошел вон, ну, тогда тебе будут шпынять волки, и так далее, и так далее, и так далее. Но изначально сверху это идет из-за денег, потому что кто-то это все зарабатывает. Да, вот и правильно. Давай теперь систему выстроим. Смотри, есть некий, условно сказать, негодяй на определенном уровне вселенского масштаба. Допустим. Вот этот негодяй прекрасно знает, как работают все принципы вселенские. Какие он имеет права, что он имеет право говорить, что он не имеет права говорить. Ни один негодяй никогда не будет нарушать тех правил, которые установлены на высоком уровне. Обратите внимание, в чем секрет дьявольщины? Дьявол никогда вам врать не будет. Он будет говорить чистую правду, но просто не будет договаривать. Принцип дьявола не говорить правду, но и не говорить лжи. Смотрите, что получается. То есть, когда говорят, что отец лжи это дьявол, то это обманывают вас, те, кто служит дьяволу. Дьявол никогда вас не обманывает. То есть, приведу простой пример. Можно по этой дороге мне добраться, или можно через этот лес мне пройти и добраться до соседней деревни? Дьявол говорит, конечно можно. Он соврал? Нет, он не соврал. Человек начинает идти по этой дороге, а там западня, он проваливается. Он разбивается, ломает ногу там, или попадает в волчью яму, или там болото, и так далее. Он не доходит до деревни. Но он же не врал. Обратите внимание, я просто не договорился вам элементарно, что если ты пойдешь по этой дороге, с тебя ждут неприятности. Но он же не соврал, он просто не сказал. Светлые силы, в отличие от дьявола, говорят, конечно же можно, но там, на этой дороге, тебя ожидают вот это, вот это, вот это. Поэтому, если ты соберешься идти по этой дороге, я предлагаю тебе обратить внимание вот на это, на это, на это. Или взять сопровождающего, который более опытный, он тебе покажет правильный путь. Или пойти не по этой дороге, а пойти вот здесь, где западе нет. Да, она длиннее, но ты по ней пройдешь, не пройдешь. Понимаете, да? То есть... Либо хотя бы спросят, что он хочет получить от прогулки по этой дороге. А в конечном итоге, да, он хочет, в общем-то узнает, а нафиг тебе это нужно, может там тебе и не нужно ничего. То есть, в отличие дьявола, дьявол всегда говорит правду, но только в определенном... Но не всю. Да. И он не договаривает то, где вот как раз находится та дрянь, которая человека приведет к какой-то проблему. Светлые силы или помогают тебе создать какую-то ситуацию, чтобы ты не пошел на этой дороге, подвернул ногу, там, шишку, или, может быть, там, что-нибудь создадут, какие-то условия. Или напрямую тебе говорят, можно идти, но ты должен быть готов к этому. То есть, у тебя должен быть такой-то запас знаний, такой-то запас, там, продовольствия, вот это, вот это и так далее. И ты должен быть готов к встрече вот этому, вот этому, вот этому. Понимаете, да? Светлые всегда дают выбор. Да. То есть, они говорят, ты встретишь вот это, если оно тебе надо, иди. Да, 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 то есть, всегда светлые помогают каким-то образом разобраться в ситуации и подскажут, что тебя ожидают и помогут тебе подготовиться. То есть, если это косвенно происходит, то какое-то там создает условие до того, как ты туда пойдешь в учебные условия. Например, там, накачать мышцы, да, вот попал в ситуацию, там, и с малых лет тебя окружали здоровые ребята, которые тебя все время били. И тебе пришлось идти в спортзал, чтобы научиться сопротивляться. Да, и ты был готов к тому, что в жизни ты вырос самостоятельным, готовым дать отпор и так далее. Кого-то там в военное училище направили, где его спецподразделения, где научили выживать. Кого-то еще. То есть, светлые силы помогают выбрать ту дорожку, которая в дальнейшем через какие-то определенные тернии приведет к светлому будущему. А дьявол просто делает, ой, да иди, 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 я тебе даже подскажу, куда идти, чего, да, вот по этой дороге. Как раз он ведет то оселение. И так далее. Вот поэтому, вот есть некое существо, вернемся к нашему... Да, давай, дальше продолжим. Это существо, которое все прекрасно эти знания знают. То есть, он не имеет права заплатить деньги за обман. Он не имеет права использовать человека, использовать какое-то другое существо, например, напрямую обманув его. Но он имеет право недосказать, сказать что-то. Дальше, что происходит дальше? К примеру, ему необходимо воспитать некоторых сущностей, которые в этой жизни создадут новую религию или новое учение. И он, значит, что делает? Он говорит, ты хочешь жить хорошо? Да, хочу. Я буду помогать... Леша, подожди, а ты спешишь, а для чего ему это? Подожди, подожди, подожди. Естественно, для чего? Он же не имеет права сам обмануть человека. Но ему необходимо эти души получить себе во владение. Ему необходимо... Ну, то есть, ты так и скажи, что ему что-то нужно. Ну, естественно, ему что-то нужно, но темным силам всегда что-то нужно. Ему необходимо что-либо взять себе. Потому что светлый, он не берет себе, он входит в это. А темный берет себе, он хочет себе... Светлые сами выращивают обычно. Да, да. Он становится тем, вот он вкладывает себя, он своим трудом, а этот поглощает что-либо. Но он не имеет права напрямую морковку утащить. Он не имеет права кого-то заставить что-либо делать. Через что он может делать? Он может рассказать полуправду, то есть, не полностью правду, да, без обмана. Или сыграть на каком-то пороке другого. То есть, он находит какого-нибудь полного идиота, который не знает в этой жизни ничего. И говорит так, вот ты знаешь, как ученые живут? Он говорит, да, знаю. Вот смотри, к ним приходят люди. Ну, волхвы, грубо говоря. Да, ой, знаю. К ним приходят люди. Вот, они с ними советуются. Хочешь, чтобы тебе тоже приходили люди, чтобы ты был таким же на их уровне? Конечно, хочу. Смотри, что тебе будут приходить люди. Ты будешь с ними советоваться. Они будут смотреть тебе в рот. Хочешь, хочешь. Для тебя надо быть ученым. Согласен, согласен. Ну, давай так, я тебе помогу в этом деле. Я тебе дам знания, которых у других нет. Он же дает бестолковому человеку, который эти знания будет применять так, как ему подскажут. То есть, он ему даст, например, огонь, но он не расскажет, что огнем можно спалить все усиление. Он просто научит высекать огонь и там что-либо делать с этим огнем. Так, он сдаст ему какие-то там учения, еще другие, третьи и так далее. Человеку напичкает его знаниями и человек поднимется на самом деле. Но человек-то сам по себе какой был? Он же был эгоистичный. Какой был, такой и остался. Да, знания не улучшили его. Знания дали ему возможность влиять на что-либо. Но при этом, как он был дурачком, так он дурачком и остался. Это как дать обезьяне, револье. Вот. И что дальше получается? Теперь он говорит, теперь-то эти знания, в принципе, ты стал умешивать, стал кем хотел, ученым. Теперь эти знания ты можешь не просто так отдавать, а ты можешь их продавать. И вот, представьте, что эти знания были не просто так направлены на получение огня или получение какой-то там пищи, да, они еще связаны были с историческим каким-то планом. И этот человек начинает получать деньги, начинает таких дурачков притягивать. А тот, кто стоит за ее спиной, начинает продолжать через него давать какие-то знания. Он уже не общается с теми дурачками, которых этот дурачок притянул. Они даже не знают, откуда этот дурачок имеет знания, понимаете? Вот этот А дурачок первый, который, да? Он Б, и В, и С, он им не рассказывает. Он преподносит, как будто это его знания. И они тянутся к нему, как к какому-то такому волхву, который знает все, а он им уже вливает то, что через него вот этот вот умник серенький, черненький дает какие-то знания. Что дальше? Ну, те-то вообще, если просто ты стремился стать каким-то значимым человеком, а те-то потянулись к нему для чего? Чтобы уже срубать конкретно денег, они же видят, что он ни в чем не нуждается. И он раздает, значит так, ты будешь академиком по культуре, ты будешь академиком по истории, ты будешь академиком по физике, ты по математике. И ваша задача вот это все развивать, получать знания и создавать свои школы. Я буду вам помогать. Естественно, что он имеет уже деньги, потому что сделал такие условия, когда деньги к нему унесут и так далее, и тому подобное. И он уже начинает их спонсировать. В конечном итоге появляются те, структуры, подвластные ему и им, которые уже внедрились в общество как руководители на уровне политическом, которые внедрились в общество руководителей на уровне социальном, на уровне религиозном, на уровне военным, там, не знаю, МВДшном и так далее. И вот эта вся структура, она связана. Одна рука моет другую, и все заставляют друг друга для этой связки, для того, чтобы, что делать? Просто элементарно получать деньги. И все, кто здравомыслием обладал, их начинают просто кого-то физически вырубать, кого-то сажать, изолировать какие-то там тюрьмы, еще что-то, кого-то просто гнобят, превращают его в сумасшедшего. Остальных запугивают на этих примерах. И через поколение или второе, или третье, мы получаем что? Мы получаем молодую поросель, которая, беря уже новую суть жизни, которая сводится к элементарному, если ты не получишь знания вот в этих учебных заведениях, ты не будешь признан в этом обществе. Ты не сможешь получить работу, ты не будешь обеспечен и ты будешь прозябать как бомж. Поэтому уже молодежь идет в эти социальные структуры для того, чтобы элементарно получить знания, как им говорят, знания, образования, как им говорят, на самом деле, дипломы, да, определенного формата и образца, которые дадут им возможность, где-то вот, то есть, откроют им в карьеру какие-то двери. И они в этот дом карьеры входят подготовленными уже людьми, чьи образования строятся на основах идущих известно откуда и внедренными известно кем. Вот так вот строится структура. В конечном итоге мы получаем те сорняки, которые рвутся, так называемое, высшее общество, для того, чтобы пустить там корни, получить место под солнцем, почву, на которой они растут и все остальное, что с этим связано. Ты описал чисто паразитарную систему. Вот эта паразитарная система была создана. Вот теперь стоит вопрос, как из этой, я думаю, что здесь уже все четко рассказано, если, конечно, хотите, дополнить, но суть-то в том, как из этой структуры выходить, как от этих запросов избавить. Мы сегодня как бы на кухне разговариваем, давайте вот этой паразитарной системе подведем небольшой итог. Я предлагаю, раз мы уже на кухне, у меня тут рядышком гитара, и я как раз спою песенку, которая называется «Этот идол Дон Дублон». Давай. Дорогой наш драгоценный, дивной силой наделен, Он кумир во всей вселенной с незапамятных времен. Качеканиному лику Все от мала до велика Ходят робко на поклон. Этот идол, этот идол, Этот идол Дон Дублон, Этот идол, Этот идол, Этот идол Дон Дублон, Дамам он особо дорог, Тут ему отказа нет, Знать не хочет отговорок Этот желтый сердцеед, Ведь ему сравнится Нецким нежным звоном, Ярким блеском он Сердца берет в полон. Этот идол, Этот идол, Этот идол Дон Дублон, Этот идол, Этот идол, Этот идол Дон Дублон, На земле Вражду он сеет, Соучастник зла всегда, Он от крови не ржавеет, И не краснеет от сыда. К воплям, стонам и рыданьям Он не знает сострадания, Будь навеки проклят он. Этот идол, Этот идол, Этот идол Дон Дублон, Этот идол, Этот идол, Этот идол Дон Дублон, Вот такая вот песенка. Я думаю, Что это хорошее было завершение К тому, О чем мы разговаривали В плане паразитарной системы. Если бы Наташа что-то сказала, Я был бы счастлив. Ну, В качестве итога, Да, Подвести Вашего диалога. По паразитарной системе именно, Мы дальше еще продолжим сейчас. Я поняла, Да, Ну, Здесь что сказать, Я все время услышала, И Только одно в голове крутилось, Что Все начинается С образования. Вот, Я как человек, Который столкнулся С, Скажем так, С несколькими кругами Этого ада, Если так можно сказать, Могу сказать точно, Что Все начинается С образования. Что сегодня Происходит В нас, В крайней мере, В стране, Это очевидно, Что это стало возможным Благодаря только тому, Как происходит Система образования. Вот, Кстати говоря, Буквально Вот В тему, Что называется События, У меня в понедельник Следующие экзамены. Вот, И Значит, Постоянно В любую, В любую, Как бы, Куда ты не, Где ты не находишься, Везде подтыкивается История. То есть, Ты должен Задать Экзамен По истории. Не имея Значения, Вообще, На кого ты учишься, Чем ты занимаешься, Там вообще, Ты все время Сдаешь историю 350 раз. Так вот, Что интересно Меня так вот На такую мысль Натолкнула. Значит, Когда нам выдали билеты, Я была вообще в ужасе. То есть, Практически каждый вопрос, Он затрагивает Какую-то Избранность. Ну, Твоей национальности, Как бы, То есть, Реально, Вот, Воспитывается Какой-то, Я не знаю, Ну, Фашизм, Не фашизм, Там уже даже, Мне кажется, Все эти грани переросло. Вот, И что, Что очень интересно, Что вся молодежь, Которая, Вот, Это все, Что они в это искренне верят. Вот, То есть, Что это действительно так надо, Что это нормальная система образования. Вот, Их родители тоже так считают, Что это нормальная система образования. Ну, Может, Там какие-то единицы еще остались. Вот, Так это все, Что касается институтов. Да, Вот, А то, Что в школах, Это вообще отдельная тема. То есть, Они вообще, У меня был такой, Скажем так, Опыт, Мы в рамках проекта По внедрению Наосферного образования Делали эксперимент в школе. Где-то порядка трех недель, Если не ошибаюсь. Вот, Чтобы искоренить вот эту систему стандартных уроков. Вот, Потому что все построено на, Вот, Как вы разговаривали, В этих зайцах, Да, Все построено на конкуренции. То есть, Абсолютно, Абсолютно игнорируется, Что какой-нибудь там, Ну, Скажем, Не знаю, Там Петя, Может быть, Прекрасный поэт, Да, Но при этом он, Безусловно, Будет не самый лучший математик. Но его будут гнобить, И так далее. Но это не наоборот. Поэтому... А вот это, Кстати, Отучают от одной из заповедей наших славянских, Как где сказано, Не внимайте тем, Кто глаголит вам, Что ближний ваш, Враг ваш. Вот, Как раз делают наоборот. И, А внимайте тем, Кто говорят, Что ближний ваш, Друзи ваш. Да, Вот как раз говорят наоборот, И внимают. То есть, Забыли заповедь, Забыли заповедь, Это будет расплата за это. Да, Там вообще дело не о заповеди. Там, Там не просто не до этой заповеди, Там вообще ничего не соблюдается. Там, Ну, Начиная с того, Что ребенок, В принципе, Не может высадить, Там, Семь часов к ряду, Смирно, Там, Не дай бог, Он пошевелился, Там, Чудо не плеткой уже. Примерно, Примерно такой режим. То есть, Это уже насилие. То есть, С чем я столкнулась? То есть, Почему я уверена, Что надо начинать с низших, Как говорится, С самых младших, Таких возрастов, В общем, Менять все это дело. Потому что, То, Что потом уже там приходит в университет, И то, Благодаря чему потом такое общество больное и хромое получается. Вот. Это все надо делать со школы. Потому что, То, Что я там увидела, Я вообще ужаснулась, Если честно. Потому что, Дети вообще боятся. Они боятся отвечать, Как они думают. Вот что страшно. Потому что, Это старая диктура. То есть, Даже какие-то предметы, Которые, Казалось бы, Должны развивать творческие способности. Какая-то психология. Какие-то такие нюансы. Какое-то рисование. И так далее. Нет. Ты должен нарисовать вазочку вот такую. Понимаете? То есть, Примерно вот так. То есть, Любая, Любая, Какая-то, Тенденция к тому, Что кто-то как-то иначе видит эту вазочку, Она пресекается. Это я говорю о возрасте 6-7 лет. А что говорить дальше? Тут и здесь, Леша. Ты говоришь, Выбор без выборов. А тут вообще без выборов. Без никаких. Ну, То есть, Гасят, Гасят вот эту вот возможность, Хоть как-то себя проявить. Вообще. То есть, Какие-то свои индивидуальные особенности. Вот это точно и я столкнулось. Потом мы провели один эксперимент интересный. Я, значит, Дала задание. То есть, Мы рисовали рисуночки. Это дети, Ну, Там до 5-го класса. Вот такие. То есть, До 9 лет максимум. Вот. То есть, Мы рисовали рисуночки, Допустим, Ну, Какие-то сначала элементарные, Какие-то геометрические фигуры. Вот. И просили, Чтобы Дети повторили. То есть, Ну, Давали им это время запомнить, Где-то порядка 30-40 секунд. Я вообще была в тотальном шоке, Если честно, Потому что Не могли запомнить, Там, Грубо говоря, Два треугольника, Да, Там нарисованные. Через 30 секунд, Там, Убираешь эту картинку, Они не могут Как-то воспроизвести. То есть, Ну, К чему я хочу сказать, Что Классические азы Вообще развития Человека в будущем, Они отключены вообще. То есть, Зрительной памяти нет. Какой-то там Обонятельной, Осязательной памяти нет. То есть, Ну, Вообще, Какие-то вот основы, Вы говорили, Там, На остров выкинь. Если сегодня Выкинуть на остров Вот эту блондинку, Собачку, Ей полчаса жизни. Потому что Ты знаешь, Недавно Только буквально Смотрел Такой Юмористический ролик На ютубе. Там Просят, Значит, Одна фирма, Другую Просит Нарисовать Семь зеленых линий, Из которых Четыре красного цвета, Четыре красного цвета И две прозрачные. Вот. А одну линию Желательно нарисовать В форме котенка. Вот Что-то в этом роде, Да? Ну, Как бы да. То есть, Если ты нарисуешь, То ты, Это как мне рассказывал Один мой знакомый, Давно еще, Когда была еще Чеченская компания, Их набирали добровольцев, Ну, Не то, Что добровольцев, Но контрактников На это военное все. Ну, Как бы они шли Миротворцы туда. Вот. И у них был психологический тест. Я его запомнила, Он на всю жизнь рассказывал. Говорит, Приходили к психологу И заставляли, Говорит, Нарисуй ветер. То есть, Ну, Если человек садился рисовать, То, Как бы ему, Собственно, Его отправляли. Потому что, Ну, Адекватный человек Как минимум спросит, Как я вообще, В каком виде. Но, В любом случае, Это не значит, Что если кто-то нарисует, Это прямо откровенно сумасшедший. А вот это, Вот именно пресекается. То есть, И то, Что пресекается инакомыслие, Вообще жестко. Вот. Это видно, Вот буквально, С детских каких-то. Потом, До чего это дошло, Пришла, Ну, У нас просто были связи С директором школы, Этой, Где мы пытались как-то Помочь этим детям, Да, Чтобы как-то. То есть, Была реальная программа, Хотели внедрить на государственном уровне Программу на сферное образование. То есть, Когда нет вот этой строгой дисциплины, Когда ребенок нормально, Это нормально, Что он не может сидеть 7 часов И не двигаться. Ненормально их за это ругать. То есть, Естественно, Они боятся Выразить потом свое мнение. Когда потом Мы сделали повторный эксперимент Со старшеклассниками, Это уже 15-16 лет, Практически выпускники. И мы провели их опрос, Что дети читают. Вы будете в шоке. Ничего. Они вообще ничего не читают. Вообще ничего. То есть, О каком, И потом, Почему нам удивляться, Что из таких детей Собирают какие-то майданы. Понимаете? То есть, Они выходят оттуда пустые вообще. Можно выложить голову, Что угодно. Поэтому, Вот откуда это идет. Но что интересно, Меня порадовало, Что это легко лечится, По крайней мере пока. То есть, Когда ты начинаешь с ними общаться, Они, Ну, То есть, Первое здание, Там, Которое мы дали, Там, Написать сочинение, Отзыв на какую-то книгу, На какую-то статью, Не важно. Просто свои мысли. И вот я была поражена, И не знаю, Они не то, Что не умеют это делать, Они боятся. Потому что мне некоторые дети Подходили и говорили открыто, Вот, Там, 14-15 лет, Что, Ну, Они были в шоке, Их такому не учат. То есть, Они боятся выражать Откровенно свое мнение, Потому что, Это может не понравиться педагогу, Это может не понравиться Педсоставу, Там, Директору, Там, Еще кому-то. Вот, Они просто боятся. Вот, И все. То есть, Это реально открытое, Абсолютное рабство. Вот, И при этом, Конечно, Страна дана в оккупации. Страны, Вот так будем правильно говорить. Вот, Поэтому отсюда все идет. То есть, Надо вот это все вообще ломать, Просто на корню. И начинать все. Я уже молчу про садики, Там тоже самое, Такая же точно басня. Вот, То есть, Психологи в школах сидят, Они вообще просто для галочки. А преподаватели же везде одни и те же, Что в садике, Что их же по одной и той же программе готовят. Вы знаете, Прежде чем, Прежде чем мы такой вот экспериментальный проект Пытались как бы внедрить, Да, Ну, Я там наступала, Скажем так, В роли такого, Ну, Как бы я занимаюсь ромотерапией, Тогда профессиональной, Ну, Я думаю, Многие знают. И мы пытались понять, Как можно нам с помощью каких-то, Природных каких-то элементов Воздействовать на, На развитие, На более, На усидчивость детей. Потому что разная публика. Вот, Они вообще, Ну, Кто-то слишком активный, Кто-то нет. Вот, Это никак на кем не регулируется. Ну, И так далее. Вот. И предварительно, Прежде чем эта программа была запущена, Это длилось за 8 месяцев, Была презентация. И презентацию проводили перед учителями. Сделали психологи, Учителя, Вот, И так далее. Поэтому, И когда я делала эту презентацию, Что мы хотим сделать? Что мы хотим развить, Вот, 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 Вторая задача была развить ассоциативную логику, Чтобы ребенок мог провести ассоциации. Ну, Грубо говоря, Чтобы когда вам пришли давать морковку, Он понял, Зачем ее дают, Кто ее дает, И какие за этим цели, И так далее. Чтобы он мог просчитывать на 10 шагов вперед. Они этого вообще не умеют. Вообще. То есть, Потом пришли, Сказали, Не знаю, На тебе конфетку, Ну, Вот, Взял, А что там за ней? И так далее. То есть, Сегодня, Когда говоришь кому-то, Что, Не знаю, Взять ту же тему сладости, Что они опасны, Потому что там вообще не сладости, Что там сплошные трансжиры, Вот, То, Как бы, Ну, Взрослые там еще задумаются, Там плюс-минус, Да, А вот, Они вообще, Они говорят, Что там где-то с Марса, Вообще, Упало на них. Особенно студенты, Что ты рассказываешь, Что-то вон сникерсни по телеку сказали, Понимаешь, Что-то как бы тут, Или там вот эти все энергетики, Сейчас вот этот период сессии, И вот это просто кошмар. Во-первых, Все, Все учебные заведения, Они облеплены полностью киосками, Чуть ли не в три кольца, Знаете, Это точно, Как Сталинград, Там оккупирован, То же самое и здесь, То есть, Все учебные заведения, Где массовое скопление детей, Они оцеплены просто В три-четыре кольца, Вот этими киосками, В которых просто нечего есть. С шоколадками и сигаретами. Да, да, да. Ну, Основная масса, Это вот эти энергетики, Вот эти Берн, Рэдбул, Я не знаю, Как они там еще называются. А, да, да, да. Вот эти все вещи. Потому что... И все, От чего жажде не устоять. Да, Ну, Потому что, Причем это все ярко, Очень броско, Выглядеть должно. Это же обычная психология. Вот. То есть, Доработает все, Как бы, Поэтому, Кому там это рассказывают. А что бы они могли отличить, Вот. Их не учат, Потому что, Вот. Их не учат отличать. Их не учат, Зачем это все делается. Поэтому я говорю, Что образование должно быть, Давать методологию. Оно не должно давать вот эти знания, Которые им там дают, Там, 2 плюс 2, 4. Согласись, Согласись, Что изначально это должно исходить от родителей, От чада, С того момента, Когда оно сказало первое, Почему? Ну, Конечно, Однозначно. Как минимум, Не говорить, То, Что я сегодня на улицах наблюдаю, Ребенок там что-то спросил, А почему вот там вот так вот, А там отстань, Я тут занят, А тут там с Васей, Или с Петей, Говорю по телефону, А вот отстань. Вот это вот, А там отстань. В общем, В общем, Это вот все, Это первый звоночек, Что уже пойдет что-то не так, Потому что вот это почему, Он потом сдал где-то в другом месте, И ответ ему вкладут в уши, Совершенно не такой, Как бы вам хотелось. Вот. Вот, Интересно, Что многие здравомыслящие родители, Они вот, Их ребенок ходит, Я знаю таких родителей, Там их немного, Их ребенок ходит, Там стандартную школу, Там допустим, Первый, Второй класс, Но, Они могут объяснять, Что вот там написано вот так, Ну ты вот, Ты знаешь, Что вот есть еще вот такое, Да, И вот он уже, Как-то вот немножко скептически, Можно на некоторые вещи смотреть, Вот. Так я веду к тому, Что когда мы делали презентацию, Этой программы, Чтобы развить ребенку, Вот эту ассоциативную логику, Вообще логику развить, Потому что ее просто нет, Там вот, Столбикапры, Столбикапры, Как говорил один мой преподаватель, Все, Вот на этом уровне все заканчивается, Вот. То, А что говорить о детях, Преподаватели сидели с квадратными глазами, И с непониманием, Зачем им это надо, Мне в открытую задавали вопрос, Зачем им им надо, Вообще, Были такие, Которые были против, Очень явно против, И говорили, Зачем им надо, Кому они такие нужны, Да, Нам такие не нужны, То есть, Это вообще не входит в программу, Официального образования, А еще вот эта интересная вещь, Что там же виднее, Мол, Пришли тут умники, А вот там же люди не дураки сидят, Они же там министры, Понимаете, Какая интересная штука, То есть, С детства учат, Вот это подчиненность, Субординация такой жесткой, Вот, То есть, Если есть кто-то выше, Все, Ты не имеешь права, И причем, Это многие, Многие люди так мыслят, И знаешь, Вот у меня есть такая вот, Догадка о том, Что людям, Просто не хватает энергии, На то, Чтобы мыслить, То есть, Они настолько задурманены, Вот у нас, Допустим, Шестой пункт сегодняшний, Это дурманящие вещества, Это и никотин, Это алкоголь, Ну, За такие более сильные наркотики, Я не говорю, Потому что, Во-первых, Это ясно и понятно, Что их вообще надо, Ни в коем случае, Не подпускать себе, Во-вторых, Не так уж и много людей, Скажем так, Принимает сильные наркотики, А вот никотин, Алкоголь, Какие-то курительные смеси, Это же засилие заполонило, То есть, Вот эти вот токсины, Которые втягивает себя человек, Их же нужно нейтрализовать, Их нужно выводить, На это тратится энергия, Вот, Седьмой пункт, Это, Я поставил его, Самый, Самый зверский, Самый злобный, Такая, Такая зависимость, Вот, Которая приносит, Я считаю, Наибольшее количество затрату энергии, Человеку, Чем любой другой из пунктов, Даже никотин и алкоголь, Ну, Если, Конечно, Это не алкоголик, Какой-нибудь конкретный, Там, Хронический, Да, Вот, Потому что, Что такое пища, Ведь на пищу люди тратят, Вот, Я думаю, Ты не дашь мне соврать, Минимум четырежды энергию, Не берут из нее энергию, Как говорят врачи, А тратят на нее, На современную пищу, Вот, Если я ошибаюсь, Поправь меня, Ну, Тратят, Не то, Давайте я считаю, Там, В среднем едят, Три раза в день, Каждый день, Да, Давайте, Давай сначала начнем, Первая затрата энергии, Это ее нужно добыть, Эту пищу, Да, То есть, Ну, Само собой, Да, Денег, Пойти в магазин купить, Либо ее вырастить, Там, Или загнать, Там, Где-то, Пристрелить, Я не знаю, Ловить рыбы, Там, И прочее, То есть, Ты тратишь энергию, Для того, Чтобы ее добыть, Первый раз, Второй раз, Ты должен ее приготовить, Потому, Что такую пищу, Такую, Как мясо, Рыба, Там, Какие-то еще, Продукты, Да, Их надо готовить, Правильно, Чтобы они были вкусные, Ну, Для человека, Который, Это вторая затрата энергии, Почему? Потому, Что посуду купить надо, В которой надо готовить, Плиту купить надо, Кухонный гарнитур, При желании, За газ надо заплатить, Или за электричество, Чтобы ее приготовить, Правильно? Это второй раз, Затрата энергии, Человеку, Он же должен на это все заработать, Вот, Третье, То, Что, Что человек там, Наготовил, Там, Наварил, Нажарил, Организм не может принимать, Никак вообще, То есть, Ему надо это дело, Все переварить, На это энергия, На это энергия тратится, Естественно, Тратится, Ее надо переварить, Там, Надо синтезировать, Определенные ферменты, Кислоту, Все это дело, Надо, По возможности, Вот этот весь комок, А зачастую, Огромный, Его, Как-то надо расщепить, Хотя бы на кусочки, Там, А потом еще, Из него что-то построить, Такое, Жизнеспособное, Да, Вот, Потом, Это все, Естественно, Все, Не то, Что все, Это усвоится только небольшая часть, Остальную надо вывести, Энергию, Надо тратить, Надо, Вот, Вот четыре раза, Я говорил, Минимум четыре раза, Человек тратит энергию на пищу, Вот, Но это минимум, Потому что, Некоторая пища, Еще обладает, Какими-то, Последствиями, Да, То есть, Она, Она начинает гнить, То есть, Гнилостные бактерии, Которые, Для которых, Там, Прекрасная среда обитания, Есть море пищи, Темно и влажная, Что для них, 36,6, Как минимум, Да, И они там прекрасно живут, Размножаются сотнями, Миллиарда, Триллионами, Да, Но, У гнилостных бактерий, Это выделение для человека токсичное, Правильно? Этот токсин, Через воротную вену, Через печень, Надо как-то отделить? На это надо потратить энергию? Как без этого? Это уже пятый раз, Вот, Врачи говорят, Что люди берут из пищи энергию, Так вот, Это, 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 Энергию люди на нее тратят, На современную пищу, Вот, Обычные люди, На обычную пищу, Энергию тратят, Из своих резервов, Из своих, Неприкосновенных запасов, Той энергии, Которую получают от рождения, Потому, И, Живут, 60, Максимум, 70 лет, До 80, Дожив, Это, Вообще, Счастье, Неописуемое, Вот, Хотя, Еще, Академик Павлов, По-моему, Говорил, Что, Смерть до 150 лет, Можно считать, Насильственной, Вот, Вот, Пища, В принципе, Ты можешь, Добавить, В этом плане, Что такое пища, И, Какая, Я, Может быть, Тоже добавлю, Что, Именно, Нужно, Употреблять, Чтобы, Этого не было, Но, Я, Просто, Сейчас, Еще, Скажу, О том, Что, Вот, Эта зависимость, От той пищи, Которая, Энергия тратится, На современную пищу, Четырежды, Или, Пять раз, Или, Может быть, Даже больше, Она не позволяет, Выкроить, Того, Того, Количества, Энергии, Которую, Человек, Может, Использовать, На мыслительный, Процесс, И, Вот, По этому, Человеку, Ему, Не то, Что, Лень, Мыслить, У него, Просто, Сил нет, Мыслить, Понимаешь, Ну, В принципе, Если, Есть, Тебе, Что, Добавить, Именно, По пище, Такое, Чтобы, Людям, Надо было бы, Знать, Ну, Расскажи, Дело в том, Что, Мы, О пище, О питании, В принципе, Наверное, Делали уже много эфиров, Но, Эта тема бесконечная, Мне кажется, Даже если говорить, Сотни эфиров, Это, Это, Как, Знаешь, Бить в каменную стену, Чтобы, Рано или в год, Слушай, Ну, Вот, Мы делали, Делали эфиры, В которых, Ты говорила, О том, Какую пищу кушать, Полезная, И, Лучше ее кушать, Да, А давай поговорим, Наоборот, Что происходит, Когда человек кушает, Ну, Такое, Допустим, Тоже мясо, Рыбу, Или какие-то консервированные продукты, Вот, Или, Я бы даже, Знаешь, Сделала так, Что, Приблизим это к реалиям, Потому, Что мясо, Рыба, Это уже так все понятно, Так более-менее, Ну, Я немножко скользь скажу, А вот, Особенно, Вот эти вещи, По типу, Сникерс, Баунти, Там, Все, Что на ходу, Потому, Что, Вот смотрите, Еще одна интересная зависимость, О которой мы не сказали, Это, Даже не сама пища, Очень часто, А мнение окружающих, О тебе, Как о человека, Который, Эту пищу, Уже не ест, Это, Вот, Самая, Самая, Такая, Ужасная штука, На которую ловят всех, Потому, Что, Начинаются, Вот эти, Гонения, С этой стороны, Родни, Близких, Родственников, Друзей, И так далее, Потому, Что, Невозможно, Никуда прийти, Чтобы тебя, Не клевали, Вот, Так вот, Как бы, Очень давно, Так тоже, На эту тему размышляла, Где-то год назад, Я пришла, К такому решению, Этого вопроса, Почему-то, Обществу, Которое сидит, Ну, будем прямо говорить, Больное, Толстое, Опять же, Прямо говорим, Да, Жирное, Я вот, Вообще, Прямо скажу, Вообще, Необъятное, Какое-то, Это общество, Да, Мужчина, Что, Наподобными, Сидент, Девушка, Там, Лет 30, Там, Двух, Трех, Да, Она, Посудит, Девушка, Ну, Понятно, Перед тобой сидит, Баба, Ну, Так скажем, Вот, Я не знаю, Тетка, Я не знаю, Как выразить, Ну, И она, 33, Это, Минение, Там, Гормональные, И все прочее, А девочки, Которые не рожают, Ты посмотри на них, Они идут, На два сидения, Ну, Да, Ну, Это отдельное, Как говорится, Дети, Это вообще отдельный разговор, Потому что они просто пока что, Толстые дети, Это вина родителей, Абсолютная, Абсолютная, Потому что, Если эти продукты есть ребенок, Значит, Они есть дома, Все, Вся ответственность на родителях, Однозначно, Поэтому, Ну, Ну, Как так, Как иначе, Ну, Какие-то, Нужно сдавать поправки, На то, Что если там какое-то, Какое-то заболевание, Там, Ну, Мама, Грубо говоря, Себя не подготовила к беременности, Да, И заработала диабет, С рождения, Такое бывает, Но это опять же, Нужно решать, Ну, Ну, Как минимум, Это можно, Как бы, Списать на такие нюансы, Вот, Другое дело, Что, Когда сидит, Вот, Такое общество, Потому что, Я была в таких обществах, Скажем так, Ну, Как много где ездим, Сидит абсолютно безобразные девушки, Ни фигуры, Ничего, Ну, Это вообще отдельный разговор, Но, Они позволяют себе, Какие-то охмылки, Насмешки, То есть, Вот это общество, Начинает давить, На, Абсолютно нормального, Физически, Там, Сложенного человека, Там, Здорового, Да, Внешнего, Симпатичного, Ну, Скажем прямо, Да, 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 И только более сильный, Так сказать, Духом, Они это выдерживают, Но таких мало, Да, Оно начинает давить, И что интересно, Я вот начала за собой такие вещи замечать, Что, Ну, Как вроде бы человек, Да, Там, Воспитанный, Там, Вроде более-менее, Там, Адекватный, Да, Вот, Ты, Конечно же, Не позволишь вступать в эти перипетия, Но, Почему-то, Тенденция началась такая, Что, Вот это общество, Начало позволять себе все больше, И больше, И больше, И больше, То есть, Вот эти давления, Да, То есть, Сначала это просто какое-то слово, Там уже два слова, Потом уже какие-то ухмылки, Насмешки, А потом тебе открыто говорят, Слушай, Да ты там вообще, Там, Чудо ли не дистрофик, И вообще, Там, Ты вообще, Какое-то ничтожество, Там, Вообще, В таком стиле, Ну, Я образ, Ну, Это почти вот так, И мне это напомняло, Такую, Старую-старую притчу, Да, Когда, Там, В каком-то, Там, Три девятом царстве, Скажем так, Было, Там, Какой-то озеро, Не помню, Кто-то мне твичок рассказал, И, Один там старец ходил и говорил, Вот, Нельзя с него пить, Нельзя с него пить, Потому что станете сумасшедшие, Ну, Никто его не слушал, Короче, В итоге говоря, В итоге дошло до того, Что все выпили, Один у нас остался нормальный, Ну, Конечно, Он не выдержал жить, Один нормальный, И в обществе зон, И, Конечно, Он тоже пошел и выпил, Так вот, Я к чему говорю это все, Если, В данном этапе, Вот, Сегодня ситуация стоит вообще жесткая, Если на данном этапе Не уже не давать отпор, Вот, То действительно, Они просто проглотят, Потому что, И придется самому, Как бы, С этого спрыгивать, Ну, Я не за себя говорю, А за очень многих, Потому что, То, Что происходит вот сегодня, Это просто ужасно вообще, Потому что, Они уже не то, Что давят, Они уже открыто высмеивают, То есть, Откровенно больное общество, Высмеивает нормальных, Здоровых людей, И, Очень многие там, Родня, То же самое, Говорит, Ты не власть в эти перепети, Да, Ты там, Ты же умнее, Ты же выше, Ты не вступай с ними, В какие-то конфронтации, Вот. Ну, На самом деле, Это практически невозможно, Их переубедить, Потому что, Вот я тебе о себе расскажу немножко, Я работаю в отделе IT, У нас отдел, Ну, В принципе, Где-то процентов 80, Не курит состава, Вот, У нас в кабинете, Вообще, Никто не курит, Но, Все, Практически, Питаются обычно, Вот, Обычная пища, Потом, Если праздник какой-то, То надо выпить там, Или вечерком, Для аппетита, Там, И прочее, Вот, А я же, Я же не употребляю вообще, И стараюсь, Не кушать, Я вот такого хлеба, Я вообще не ем, Мучного не ем, То есть, Я не ем мясо вообще, Вот, И я стараюсь больше, Не то, Что больше, А преимущественно, Это фрукты, Реже овощи, Орехи, Мед, Вот, Такое, Иногда, Я вот, Хочется рыбы, Я поем рыбу, Но это бывает достаточно редко, И вот они уже смотрят на меня, Сначала это было для них дико, Сначала они были насмешки, Но у меня как бы, Я достаточно силен, Как я считаю, Духом, То есть, Для меня это как бы семечки, Я это все делаю, Даже не рассматриваю, Вот, Я говорю, А я вот так живу, Это мне надо, Просто, Когда я и курил, Я выпивал, Ну, Немного, Правда, Выпивал, Но все равно, И пришел к этому, Не потому, Кстати, Вот я расскажу, Об своем опыте, Да, Бросание, Сначала, Я думал, Вот, Для здоровья, И, Как я смотрю, Кто не пытается бросить, Просто сказав себе, А для здоровья полезно, Они не бросают, Вот, И я не бросил, Единственное, Что на мне повлияло, Во-первых, Я четко осознал, Что любой токсин, Он как бы растворяет организм, И в первую очередь, Растворяются самые нежные клетки организма, Это нервные клетки, Нервные волокна, И мозг, Естественно, Вот, И я тогда, В себе, Там внутри, Где-то, Может быть, Даже на подсознании, Это ко мне пришло, Так, Мозги мне нужны, Вот, И мне еще надо восстановить, То, Что я уже разрушил, И вот эта мысль, Мне внушила, Как бы, Вот этот стимул, Который позволил мне, Перестать вообще употреблять спиртное, В любом виде, Вот, Бросить курить, Ну, Наркотики, Я вообще никогда не пробовал, Ни сильные, Ни даже слабые, Как-то, Я прошел мимо этого, Может быть, Это родителям, Наверное, Моим благодарность, Потому, Что они все плешь, Проедали, В детстве, Что не трогай, Не трогай, Это не нужно, Это не хорошо, Вот, Потому, Что мои сверстники, Многие подсели на наркоту, Вот, А у меня, Вот, Как бы, Вот, Пронесло мимо этого, Но, Вот, Сейчас я добрался, Уже до, Вот, Этого, Основного наркотика, Как я считаю, Пища, И я, Смотрю, Что же происходит, Вот, С вот этими токсинами, Оно разрушает организм, И сил не хватает у организма, Вот говорят, Что нервные клетки не восстанавливаются, Но на самом деле, Уже сейчас, Сейчас некоторые ученые, Начинают говорить, Что все-таки восстанавливается, Я всем всегда говорю, Очень просто, А не восстанавливается, Если у вас есть на это энергия, Вот, Но, Вот сидим мы, Вот, В нашем кабинете, Да, И, Сейчас уже, Я им говорю об этом, Они не воспринимают, То есть, Люди не, Да, В итоге я убеждаю, Но они говорят, Да, Ты все правильно говоришь, Но мы не хотим, Вот, Мы так живем, Это наше общество, Мы там с друзьями, Надо, Если собираемся, Надо выпить и прочее, Но, Я, Уже у них, Они меня не изгоняют, Из своего общества, Они меня не избегают, То есть, Мы общаемся, Обычно нормально, Мы сидим за одним столом, Только, Разница в чем, Они сидят и выпивают, А я говорю, А я, Вот, Скидываемся там, На стол, Допустим, А мне, Божественно, Фруктов, Вот, Я сижу, Кушаю фрукты, А они там, Выпивают, Там коньяк, Там, Что-то закусывают, В итоге, Получается, Что, Я не изгой уже, То есть, Они ко мне уже привыкли, И даже, Вот, У нас принято, Например, На день рождения, Принести торт, Вот, Пригласить весь отдел, Отдел садится, Этот торт разрезается, Там, Кушают этот торт, Запивают чаем, Вот, И, Разрезая, Раздают, Куски этого торта, На меня смотрят, И говорят, Так, Тебе вера не позволяет, Вот, То есть, Уже, Общество, Оно, Со временем привыкает, Но понимаешь, В чем дело, Вот этот этап, Его надо пережить, Его надо прожить, Перетерпеть, После этого, Вот, То же самое общество, В котором ты находился, Находилась, Оно начинает привыкать, А некоторые, Даже начинают, Брать что-то на вооружение, Почему, Потому что, Они видят, Что, У них не проходит, И месяца, У них сопли, Там, Три, Четыре, Пять раз в год, У них, Какая-нибудь, Там, То температура, То ангина, То еще что-нибудь, А на меня смотрят, Я хожу, Я в дождь намок, Я пришел, У меня, Ни температуры, Нет, Ни соплей, Нет ничего, И они на меня смотрят, И думают, Ну, Вот, Вот ты в тренажерный зал ходишь, Поэтому, Вот, Потому что ты не куришь, И не пьешь, Поэтому, Я говорю, Да не только поэтому, Пища тоже, Играет очень, Очень огромную роль, Почему, Потому что, И начинаю объяснять, Вот мясо, Ты съел его кусок, Даже если ты его сильно, Хорошо, Очень хорошо, Переживал, Оно у тебя упало в желудок, Его надо переварить, Потому что, Организму надо потратить, На эту энергию, Потому что, И объясняю, Вот представь себе белок, Это огромная молекула, Ну, Сравнить можно с чем, Вот, Есть, Есть, Например, Выстроенная стена дома, Вот, Она не нужна, Из нее можно взять кирпич, Вот, Берется эта стена, Сначала разбивается на большие куски, Потом, Каждый кирпичик берется, Очищается, И только потом, Его можно использовать, Вот, Это то же самое, Что кушать мясо, Рыбу, Вот этот вот, Животный белок, Потому что, Любой белок, В первозданном своем виде, Для человека, Напрямую, Не предназначен, Он является для него, Антигеном, Чтобы организм его использовал, Его надо раздробить, Хотя бы, На большие куски, А потом еще и разодрать, На отдельные, Там, Аминокислоты, Там и прочие, Там микроэлементы, И все остальное, Вот, И вот это представляет собой, Вот, Как будто стену, Но гораздо же проще взять, Фрукту, В которой практически нет белка, А есть в чистом виде, Эти же самые аминокислоты, Вот эти кирпичики, Ровные, Новые, Которые не надо выбивать, Разбивать, Не надо их обчищать, А просто брать, И строить из них, Такую стену, Которая нужна, Вот скажи мне, Я не прав? Нет, Ну все верно, Да, Да, Все верно, Просто обычно на этом этапе, Разговоры заканчиваются, В режиме, Ну, Как бы, Это ваша секта, Примерно так, Самое интересное, Рассказываешь, Вот, По полочкам раскладываешь, Разжевываешь, На, Пожалуйста, Возьми, Только проглоти, Тут еще, Знаете, В чем дело? Тут еще вопрос, Вопрос очень глубокий, И он требует поддержки сверху, Я бы так сказала, В кавычках, Да, Ну что значит сверху? Это, грубо говоря, Взять вот, Товарищ, Авторитетные люди, Товарищ Малышеву, В вашем случае, В нашем случае, Товарищ Комаровского, Который там, На миллионы, Миллионы вещает, Да, И вот это все дело пустить по ТВ, Вот тогда люди, Как бы, Немножко, Просто, У нас же, У нас же, Как бы, Телевидение, Это бог, Да, То есть, Это вообще культ, И все, Что оттуда вот льется, Это все чистейшая монета, Поэтому, Надо бомбить, Вот, Именно оттуда, Вот, Потому что, Да ты знаешь, Не только телевидение, Возьми даже, На, На уровне, Вот, Руководителей, Даже руководителей подразделений, Или там, Учреждения, Вход, У меня был случай такой, Что руководитель, Подразделения, Этого учреждения, Собрала всех, И говорит, Так, Делаем прививки все, Все говорят, А, Мы не хотим, Нам не надо, Там, Туда, Все, Она, Вы что, Дикари, Вы знаете, Что такое прививки, Там, Вот, Прививка, Кстати, От гриппа была, Я, Она меня за это премии потом лишила, За то, Что я отказался от прививки, Я говорю, Лишите премии, Я вообще, Вот, Я говорю, Почему ты не хочешь делать прививку от гриппа, Я говорю, Потому что прививки от гриппа не было, Нет и никогда не будет, Я говорю, И это вы дикари, Потому что не знаете, Вот она, Видимо, За это и лишила потом премии, Что, Что я отказался, Да еще и Обосновал это все таким вот образом, Но я все равно не делал эту прививку, Я потом просто подходил к ней и говорю, вот смотрите, что вы сделали. Прививку сделали в конце декабря, перед Новым годом. Все, естественно, свалились с гриппом. Почему? Потому что прививка эта, мало того, что это само по себе, хоть ослабленный, но вирус. Мало того, в этой прививке этот вирус чем ослаблен? Токсинами, естественно, чем его еще ослабить. И все это внутри прививки. Все это вкололи людям, которые в буквальном смысле слова днем и ночью на работе. Потому что годовой отчет, это бухгалтерия. Понимаешь? И все, естественно, или начальники, или там завхозы, у них все эти годовые отчеты, они там живут на работе, им сделать эту прививку. И они все, естественно, свалились. И буквально половина состава учреждения ушло на больничный. Я говорю, видите, чего вы добились? В итоге она сама получила по первое число за него время сданную отчетность. Но пришла и все равно сказала, что вы дикори, что прививки не делали. Она все равно не поняла этого. Ну, это люди, таких жестких людей, их будет выбивать, видимо, через личные факторы какие-то. То есть, наверное, себя лично коснется когда-то. Но только так. Потому что, ну, это вот наше общество, это точно так же, как наш организм. То есть, если в организме, грубо говоря, куча дряни, да, там, в которой может кишить бактерии, грибки и вирусы, то откуда взяться там здоровье? То же самое, то же самое у нас, если люди сидят и говорят, что мы так плохо живем, что так, потому что... Вот это вот интересный вопрос, Наташа. Смотри, ты сейчас говоришь за вирусы и бактерии. А я вообще считаю, что нет ни одной вредной бактерии. Ну, кроме, может быть, некоторых, которых изобрели уже сами люди для определенных целей. Но они не жизнеспособны. Они не могут развиваться. Они самостоятельно практически не могут жить, как геномодифицированные организмы. А вот те бактерии, которые изначально живут на Земле, они для чего вообще сделаны эти бактерии, я думаю, создателями, да? Для того, чтобы вот в человеке отмирают клетки, да? Ну, естественно, они же обновляются. Одна клетка умирает, на ее место вырастает новая. А кто вычистит вот эту умершую клетку? Кто ее утилизирует? Ну, у нас есть такие товарищи, называются фагоциты. Они лимфоциты. Так что, ну, это как бы не вирусы. Это наши клетки родные. Вирусы, получается, вообще все искусственные. Они вообще, по-моему, не созданы изначально. Да, огромное количество их, как минимум, да. Что такое вирус? Это взять что-то такое органическое, превратить против себя же обернуть. Понимаешь? То есть это перепрограммирование вот так клетки. То есть когда одна клетка перепрограммированная, вдруг резко воспринимает свою сестру как врага. То, что происходит сегодня в странах, вот то же самое. Паразитизм, он выглядит одинаково, что на планетарном масштабе, что на масштабе страны, что на масштабе организма. Абсолютно одинаково. Меня удивляет, что у нас сегодня на фоне всех этих политических домов, у нас даже там медики сидят и полностью помешались на этой теме. А если и говорят на тех же парах, на тех же практике, говорят о жизни там клеток, да, и говорят практически то же самое. Если заменять слова там клетка, не знаю, их название этих клеток, назвать словами там Украина, там Америка, там и прочее, да, то получится... Хохлы, москали, да? Да, 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 то получится, по сути, вот он говорит это, и у него, вот то, о чем я говорю, что не научили в детстве вот этой вот ассоциативной логики, понимаете, что они не могут параллели провести. Он говорит об одном и том же, но он совершенно не понимает, что это вообще два параллельных события. На каком-то определенном этапе в нашем обществе вот это вот все обрубили, и сейчас, наверное, просто некому учить. Хотя, скажем так, если может быть и есть кому, то те взрослые, вот они не позволяют своих детей учить, потому что для них самих это дико, и может быть они даже считают это неправильным. Почему? Потому что правильно это быть вот в обществе. Хотя вот смотри, недавно я только фильм смотрел, который называется «Узник замка Ив». Видела наверняка, да? Ну, конечно, да. Старый, старый фильм. И вот он, как сказал, Таббат Фария, он говорит, сумасшествие – это отклонение от благопристойной нормы, но не всегда в худшую сторону. Вот именно, да. Понимаешь? То есть благопристойная норма может быть еще хуже сумасшествия в сущности. Ну да, если сумасшествие не приносит никому вреда, да, и приносит, ну, явные, откровенные, как бы, плюсы очевидные. Хотя бы себе. Да, то, как бы, ну, в принципе, можно рассмотреть, как минимум рассмотреть вообще вероятность того, что не такое же это сумасшествие. Ну, если честно, вот, говоря вообще о питании, ну, вот мы, ты зацепила такую тему, что очень сильная зависимость у людей не столько от самого питания, сколько от мнения. Я вот часто замечаю, что многие люди, там, даже такого возраста уже, там, ну, скажем, там, за 50, за 60 лет, они бы, как бы, с удовольствием перешли бы, может быть, хотя бы там уменьшили. Но, что интересно, общаешься с ними, они, как бы, в этом говорят, ну, как только попадают на общество, ну, понятно, что общество, которое уже в таких возрастных рамках, да, они, как бы, этого, ну, редко, когда воспринимают адекватно, то они стараются это скрывать. То есть, вот, пришли гости, вот, и там кто-то говорит, о, что там у тебя вот уже, что уже масла нет, что там уже молока у тебя нет в доме, что это такое. Да нет, нет, ты ее там купить не успела, вот такие вот вещи. То есть, они начинают оправдываться. Да, меня это уже забавляет. Ну, нету. Не-а, нету. Не найдете, и не пахнет. Это, как бы, у нас такая, есть люди, которые очень зависимы от того, что о них скажут. Да, да, да. И вот, кстати, я и говорил о том, о спиртном, кстати, говорил. Вот я разговариваю, вот он ходит, есть товарищи, вот у меня и сустав, и там, и сердечко пошаливает, и там, и то, и все. Я говорю, вот, смотри, вот это вот тебе вылазит, перестань, вот, откажись. Не могу, вот, как вдруг придет, и как бутылку не поставить на стол. Понимаешь? Ну, да. Он сразу перестанет быть, да, понятно. Ну, да, то есть, люди, вот, они боятся потерять вот это вот, как бы, сказать, Потому что их никто не научил, им никто не рассказал, как можно жить по-другому. Вот, и, а все, что новое, у нас люди воспринимают очень как пугалку. То есть, ну, это как-то вот не так, и они этого боятся очень сильно. Еще один аргумент, который очень сильно давит, это наши бабушки и дедушки ели, и как бы, вот, все. Вот это самый жесткий аргумент, обычно, людей там возраста, ну, там, скажем, 60-50 лет. Это, как правило, железный аргумент у них. И вот они, их с него, ну, они его, как такой козырную карту держат, вот, их с него вообще невозможно увидеть. Так, ну, посмотрите на этих бабушек и дедушек, что они себе представляют. Ну, так я так и говорю, я так и говорю, да. А вот, вот, как раз до этого не хватает вот этой энергии, понимаешь, домыслить. Не хватает. И она вся уходит на то, чтобы вывести вот эту грязь. Знаешь, у меня вообще есть еще такая вот, ну, как-то шел по лесу, и так вот возникло, понимаешь, вот, ниоткуда. Сейчас часто и густо, вот, идешь по лесу, там, или по реке, вот, приходят такие мысли интересные вообще. Вот смотри, значит, живет человек, раз у него там зрение подсело маленькое, ну, лет, там, 35-40 уже, да. Вот, ну, со зрением можно слух, конечно, но зрение нагляднее. Вот, ну, там, на две единички. Что происходит? Организм думает, слушай, тут вот, понимаешь, ты ешь всякую дрянь, пьешь всякую гадость. Нужно эти токсины нейтрализовать, все это надо выводить, переваривать, вот, потом шляешься, где попало, по любой погоде, там, по бабам и все. Надо как-то экономить. Давай-ка я сэкономлюсь. Зрение тебе не особо нужно, там, что ты там перекладываешь бумажки со стола на стол. Я тебе две единички скину, меньше энергии будет тратить. Слушай, это баба. Понимаешь, это организм так думает, да? А человек думает, опа, зрение упало. Идет к врачу, ну, к этому, к глазнюку. Слушай, у меня, я плохо видеть стал. Ну, тут, естественно, что говорит? Очки. Очки. Иди, покупай. Протез. Вот, он идет, покупает. О, хорошо, вижу, все прекрасно, все отлично, спасибо. Доктор уходит. Проходит время. Организм. Так, слушай, ты вот жрешь всякую гадость, пьешь всякую дрянь, мне-то надо все делать. Шляешься по бабам, гуляешь, подцепил опять что-то там. Так, а зрение хорошее, давай-ка я тебе, ну, сброшу пару единичек, не убудет. Через время опять плохо видит человек. Опять идет куда? Ну, к глазнюку. Он ему говорит, так, ну, у тебя зрение упало, еще надо другие очки. Иди. Еще полегчает, тысяч на десять. Вот. Он идет, покупает. О, хорошо, вижу, все нормально. Очки уже плюс четыре. Проходит время. Организм. Он же организм этим самым, он его затуманивает. Организм же думает, что зрение нормальное, что он тратит на него столько энергии, сколько он тратит, да? И опять начинает все по кругу. Ты там гуляешь, пьешь, жрешь, все это надо выводить, там, опять налево ходил, там, туда-сюда, зрение тебе не видно. Ну, что, охотиться тебе не надо, от врагов, там, от хищников спасаться не надо, перекладывай, там, в офисе свои бумажки. Зачем тебе зрение? Там, подошел, ксерокопию снял, там, отнес, отдал. Зачем тебе зрение? А ну-ка, давай тебе еще, понимаешь, организм этого не знает. А смысл в чем, что человек, ну, ты подумай немножко, почему так происходит. Не иди ты к этому глазнюку, что он здесь сделает, только сделает эти деньги за то, за пятое, десятое. А просто подумай, чтобы у тебя восстановилось зрение, тебе нужно просто его использовать, это раз. И откуда-то сэкономить энергию, это два. Отсюда начинают вставать вопросы. Вот эти самые зависимости, это и пища, это и курева, это и, если только, это эмоциональные зависимости, там, всякая целая куча энергии. Ну, я могу сразу такой, как человек, ну, скажем так, из медицины, да, сразу сказать, зависимость, которая портит зрение, это соль. Вот это все надо забыть вообще об этом продукте, если хотите зрение. Потому что это уже доказано всеми биохимическими возможными. Ну, люди не понимают это, вот, конечно же. Вот это соль. Первое, что это зрение. Я сейчас пытаюсь вообще перейти на сыроедение полностью уже, потому что вот как раз вот эти вот эмоциональные зависимости, когда идешь мимо магазина и хочется что-нибудь такое из прошлой жизни купить там. Ну, хотя бы селедочку там, да, вот о соли, да, разговор. Вот. Я сейчас начинаю... Ну, какой переход на сыроедение, на селедочки. Да. Я сейчас, я сейчас пытаюсь, знаешь, как делать, я сейчас пытаюсь, так, если тебе фруктов не хочется, вообще ничего не ешь. Все, сразу как отшибает, я лучше, я ни фрукты ничего не буду есть. Потому что фрукты вот на первом этапе, они действительно приедаются. Особенно, когда одни и те же, например, яблоки все время берешь, ешь, 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 опять эти яблоки. И все, то есть от них вообще кошмар потом. Ну, касательно перехода, да, касательно перехода, у нас там была тема, но это опять же такая тема, которую, мне кажется, надо будет, наверное, как-то углубленно повторять. Потому что очень много, скажем так, мне люди пишут, там звонят, да, и не всем на текущий момент времени можно переходить вот так резко и полностью. Это надо понимать. Это нужна осознанность в первую очередь, потому что неосознанно просто так, просто для здоровья. Знаешь, вот организм, вот это вот подсознание, оно такая хитрая штука вообще. Вот это второй человек, да, внутренний голос, который в тебе живет, который, я вот думаю, человек, а так, я сейчас бросить курить хочу, потому что, ну, кашли уже, ну, уже легкие забиты, невозможно. Десять метров пробежался уже одышка, надо бросать для здоровья. А внутренний голос, знаешь, что говорит? Он говорит, да, слушай, ты что, да вон все курят, все нормально живут, ты что, да это не яд, это все нормально, а дышка там, да, это экология. Это и все прочее, понимаешь? Вот такая вот подлая штучка этот внутренний голос. И если ты осознанности не имеешь, если не имеешь влияния на этот внутренний голос и не можешь сам себе сказать, вот, допустим, сегодня пищи не будет, отключаемся, пищеварительный тракт вообще. Ну, как тут, ты берешь машину в гараж, ставишь, ты же выключаешь двигатель, правильно, ты же его не оставляешь рабочим. Вот, она может стоять день, два, неделю, месяц может простоять, потом ты заходишь, завел мотор, дальше поехал. Вот, а люди уже настолько, они привыкли к этому ритму, что у них желудки вообще не останавливаются, они у них тарабанят и все. Я вот объясняю там знакомым, там всем, я говорю, вот, представьте, вы загнали машину в гараж, а двигатель включенным оставили. И он тарабанит, сколько будет тарабанить, пока бензин не кончится. Я говорю, ну, допустим, вы еще доливаете бензин периодически, приходите, тогда что будет? Он вообще не будет останавливаться. А в конце концов, что будет? Он просто быстро выйдет из строя, ресурс выработает и все. Я говорю, ну, вот так же и у вас организм. А как, вот, хочется кушать? Потому что ты привык, потому что ты даже не можешь даже попытаться сказать. Ну, там, конечно, еще не всегда только одна привычка эта тянет. Там еще тянет целая горстка всего. Во-первых, гельминты, товарищи, которые сопутствуют всем вот этим. Кушать хотят, да. А, кстати говоря, вот чувство голода, заметил, в некоторый момент, да, чувство голода идет не из области желудка, а из области кишечника. Ну, очень часто, да, да. Это как раз говорит о том, что кушать хочет не сам человек, а попутчики. Причем это четко очевидно, вот, ну, стоит научить людей отличать. Если четко хочется определенный тип продуктов, ну, во-первых, это сладкое, само собой. Во-вторых, это все, что такое парное, особенно молоко. Особенно парное молоко, вот они прям идут на этот запах. Любители, да? Да, они прям идут на этот запах. Поэтому у детей очень часто начинается такая зависимость от него. Вот, это что касается, и тоже следующее, что-либо, элементы, это продукты, когда говорят, что-то хочется, не знаю чего. Вот это вот они. Это будьте уверены, потому что, ну, как бы, организм не дурак. И мы четко понимаем, мы всегда, мы так генетически запрограммировали, что мы четко понимаем, что хочу соленого, хочу сладкого, хочу кисло-сладкого. Понятно, да? Хочу там, хочу сок, хочу жидкое, хочу твердое, хочу мягкое, хочу рыбкое. Вот мы четко это понимаем. Даже если мы не можем это еще сказать, ну, вот ребенок, но он четко понимает, что он, попробуйте дать ребенку, который нормальный, там, да, у которого нет паразитов, дать ребенку продукт, который он не хочет, он выплюнет. Вот, то есть, а вот это состояние, когда хочу, не знаю чего, обычно на переходах очень часто. Вот это вот они. Или когда ненормальное, неадекватное желание какой-то пищи, вот по типу пиццы, вот все, что тесто, такое. Дело в том, что вот эта белая мука, которая в пиццах особо, ну, вообще во всех этих клеточках, таких массовых. Ой, это гадость еще та. Массовых, да, там вот этот глютен. Вот глютен, они просто прям вот, как бы, очень любят этот продукт. Как валерьянка для кошки, да? Ну, похоже, да. Вот они, поэтому они очень... Теперь смотрите, когда-то я в одном эфире говорила, экстренно-зависимости, меня там спросили, как-то помню, за аюрведу, вот. Я хорошо отношусь к этой медицине, вот. Но, опять же, за исключением там определенных моментов. Потому что их кулинария, она напрочь исключает использование чеснока и лука. Вообще. То есть, они считают эти продукты там невежественными и так далее. Но, если мы посмотрим на их биохимическую активность, вообще этих продуктов, с точки зрения полезности для нас, то очень интересная штука, то просто введя эти продукты в рацион, мы работаем на профилактику вот этих всех гельминтозов. Вот. И вирусов в том числе. Потому что то количество эфирных вообще веществ, которые в этих продуктах находятся, они рекордсмены по убийству вот этих товарищей. Причем не прямому такому убийству, да? Такое глуманное убийство. Слушай, я слышал за лимонный сок в этом же плане. Ну, тоже, да. Но там смысл в чем? Что они создают просто... Вот они уходят от запаха. Понимаете? То есть, они не могут находиться в месте, где вот есть такой запах. Ну, еще корица туда относится, имбирь. Вот. Но чеснок... А как насчет содержащейся в них серы? Где именно? По-моему, в луке. Или в чесноке? Ну, понятно. Тут же речь не идет о употреблении этого каждый день, как мы, допустим, можем есть зелень. То есть, для профилактики? Безусловно, да. И потом, не забывайте, что это все-таки свет. Честно сказать, я вообще терпеть не люблю. Вот именно запах. Ну, почему я сейчас не люблю? Вот буквально два года моих попыток перейти на сырое, я вот потихоньку, потихоньку, вот, потому что сразу не получилось у меня, я все-таки перехожу на них. Вообще, а... А когда питался обычно... Ну, сейчас я закончу. Ага. Они уже воняли гнилью. Уже. Понимаешь? То есть, вот, два года буквально прошло, когда я начал менять образ питания. Два года. Причем я еще хулиганил в этом плане, я считаю. Вот. Но мне уже, я его не могу чувствовать, она поставит в холодильник, а холодильник открыть не могу. Вот у меня такое ощущение, как будто стоит протисший борщ. Хотя она его сварила буквально там час назад, там два часа назад. Понимаешь? Вот настолько меняется организм, что буквально малейшие запахи, то есть, обычные люди его не чувствуют. Он есть этот запах, просто они его не чувствуют. Они привыкли к этому. Они это кушают. Они кушают это все вместе с бактериями, с этими. И бактерии распрекрасненько заходят вместе с этой пищей в организм. Ничего их не блокирует, потому что желудочно-кишечный тракт не имеет иммунной системы. Все эти бактерии там распрекрасненько вместе с организмом эту же пищу кушать, продолжают, пока он идет, и до конца. Вот. И все эти бактерии, они разновляют. Это не совсем так, что прям не умеет, не имеет. Дело в том, что обеззараживание все-таки со слюной идет. То есть, даже во рту, когда попадает это все в рот, слюна, она для этого и предназначена, чтобы обеззараживать. Но в каком состоянии эти, скажем так, товарищи-обеззараживатели, в активном ли они состоянии при таком долгом питании, это уже вопрос другой. Ты еще скажи, при каких силах еще организм способен ли он это все делать? Да, но я хочу здесь одну поправку сделать. Потому что очень часто люди слушают такие эфиры. Это просто то, с чем я сталкиваюсь по роду своей деятельности. Потом они сразу послушают, кто-то испугается, кто-то действительно захочет осознанно. И начинают резко переходить, и начинают есть там... И пишут мне в ужасе, вот я там похудел на 10 кг в 2 недели, какой-то кошмар. Потому что что происходит? Они употребляют там, говорят, я вот ем там одни фрукты и овощи. То есть, вот он ест там салат с игрушком помидоров и одну кашу. И вот там в течение недели. Но это не так. Это же не все растительные продукты. Огромный рацион, огромный. То есть, это первое. И еще первый момент, который я хочу сказать, что любое, если вы хотите перейти на растительный рацион, начинайте с овощей, овощей. Максимально упорно овощи. Потому что фрукты, они продолжают кормить ту бодезонтворную микрофлору в кишечнике, которая есть. Потому что первая привязка, опять же, если мы говорим о привязанности сегодня, которая появится, это есть максимально простое. То есть, есть нечего, буду есть яблоки. Вот так примерно начинается. Давай я тебя поправлю твоими же словами, да, за начало. То есть, ты, наверное, просто забыла. Начинать нужно с чистки. Это само собой. Это само собой. То есть, это уже априори, да? Я говорю, ну, мы можем говорить, как правильно это делать, это вообще отдельный разговор. Мы можем говорить это, но этого никто не делает. Вот так скажем. Потому что я вот практически с людьми общаюсь. Там люди приходят на консультацию, там я веду семинары, потом там, как бы, эти все... Потом они ко мне подходят или звонят и говорят, что, ну, как бы, мы это все понимаем, мы это все знаем, все, но мы это не делаем. То есть, это реальный факт. И потом они пугаются того, что с ними происходит. Вот, для того, чтобы снизить. Потому что мало кто хочет, к сожалению. Это надо подчеркнуть просто. Это как бы реально. Я просто озвучиваю реальность. Она такая, что боятся этих чисток, боятся. Потому что, во-первых, был у меня случай, когда пошли, там, рассказали врачу, что там посвятовали ребенку делать чистку с эскалиптом, да? А врач сказал, что там вообще найти и повесить того, кто вам это сказал. Ну, примерно вот так это все происходит. Естественно, родители не понимают, кому верить, ну, и так далее. Вот. Тут уже, опять же, отсутствие вот этой вот логики, вот этого мышления логического. Потому что, вот, начинаешь ты, допустим, уборку в квартире, да? Ну, элементарный пример. Ну, понятно, да, да. А мусор вынести ты не можешь, потому что у тебя выход забит. Куда ты его денешь, этот мусор? Даже если ты его соберешь. Ну, да. Или вот тоже самое, еще одна такая стереотипная такая, опять же, привязка, можно сказать, это, что, а там, природная медицина, да, она работает только если там ее ведрами пить, понимаете? Это очень часто такой ниша летает. И она ему не помогает. А как же, что она поможет, это все равно, что, вот мы говорили за ремонт, это все равно, что, не знаю, ложить плитку на обои, понимаете? То есть, мы старое не содрали, там, все болезненное, что у нас здесь не вышкребли, не вычистили, и начали вот плитку на обои ложить. То есть, и хотим, чтобы, значит, она там еще... Она почему-то отвалилась, да? Она почему-то отвалилась, и не прижилась, и мы тут денег вывалили на эти там травки, они им ничего не помогли. Так вот, поэтому они помогли, потому что, именно по этой причине их нужно ведрами пить, понимаете? В нашей реалии, да, практически, да, практически ведрами. А чтобы не было ведрами, ну, представьте себе, и при этом еще проходить через язвы, через сыпи, через аллергии. Да, представьте, если человек, там, не знаю, съел какой-нибудь там бифштекс с кровью, я не знаю, почему-то самое такое жесткое, хочется привести пример, а после этого взял там и выпил чаек с ромашки, говорит, фигня какая-то, что пил, что не пил, ваш чаек с ромашки, вот там вот у меня есть мизин, вот он точно мне, значит, мое пищеварение после этого бифштекса с кровью наладил. То есть, и вот ты как бы вот бейся, бейся, бесполезно. То есть, потому что он видит факт, что вот есть это, и есть это. Это дало результат, а это результат не дало. Вот. Это как бы, ну, реальность, и с ней приходится сталкиваться. Никто не задумывается, что быстрый результат приводит к износу организма, да? Ну, дело в том, что, да, это само собой, но дело в том, что быстро говорят там, вот, мол, наверное, вся эта народная медицина, почему ее назвали народной, это вообще, ну, как бы, ну, это нормально, но она на самом деле была традиционная. Так вот, что это, мол, все вообще фельдкина грамота, потом, и как бы это все при легких стадиях заболеваниях, да? Дело в том, что она помогала раньше, помогала очень сильно, потому что они ели вот этого всего, что едят сегодня. Конечно, она помогала быстро, и какой-нибудь чай с фенхеля, он прекрасно быстро там снимет интоксикацию при отравлениях, быстро снимет, реально. Ну, понимаете, если мы 20 лет или там 50 лет пили мезим и запивали аналгином, то что мы ждем от чая с фенхелем? Ну, примерно понятно, да? Вот в чем проблема. Поэтому бить надо, как говорится, со всех фронтов. Во-первых, поднимать нравственность людей, то есть понимание их, почему так, это первое. Вот, кричать во все возможные, там, не знаю, радио там и так далее. А второе, это сверху. То есть надо менять это все, как бы, ну, сверху. То есть убирать этих всех малышевых и так далее, ставить вместо них других. Ну, я не знаю, когда к этому придет общество, но я все-таки на день. Там, вроде, я видела, петицию уже подписывала, на увольнение. Мне кажется, когда люди начнут массово умирать, тогда они начнут распаковываться. Так массово умирают? Это же не... А это не афишируется? Да, да, да. А давай-ка с тобой затронем такую тему. Ну, о качестве пищи мы поговорили, а вот количество... Ну, это вообще отдельная тема, да, да. Ну, вот сколько, допустим, надо пищи, например, человеку в день. Вот одному, например, яблока хватает, другой вообще солнцем питается, третьему надо там двенадцать наименований, там, гусь, яблоках, поросенок с тыквой, там, и все это, все это с хлебом и с макаронами, со спагетти, запить белым вином, потом красненьким залакировать. И все это в таком количестве, когда уже трудно дышать. Ну, это, конечно, жуть, но... допустим. Ну, это жуть, это жуть преследует практически каждого, потому что соблазны везде. Ну, смотри, вот общий принятый график. Завтрак, обед, ужин, а некоторые говорят еще и полдник там и все остальное. Ну, я бы, я бы, наверное, все-таки начала не с этого, подход к этой теме, а с того, что, во-первых, есть индивидуальные особенности. Я, как человек уже, как говорится, насмотревшись на то, что бывают разные ситуации, смотрите, даже переход или там рацион человека, которые, казалось бы, внешне одинаково выглядят, имеют там одинаковые примерно плюс-минус анализы, он все равно будет колебаться. Вот. Но в среднем, в среднем, как бы, есть одно правило такое, универсальное. Это есть нужно тогда, когда хочется. Вот это вот знаменитое выражение, вот оно сейчас в интернете блуждает, по-моему, очень в точку сказанное, что, когда ребенок кричит, мне мама кричит ребенку, там, иди домой, там, да, он ей говорит, а мама, я замерз, или мне нужно спать? Она говорит, нет, ты хочешь кушать. Понимаете? Примерно, примерно вот так. Честно тебе сказать, если бы я ел всегда, когда мне хочется, я бы уже в двери не входил. Ну, так вот, я же... Это о тех, о тех самых особенностях ты и начала разговаривать. да, вот я к чему говорю, что если хочется, если постоянно хочется, во-первых, надо посмотреть, что хочется, да, чего именно, вот, во-вторых, если хочется постоянно, вообще прям постоянно, это же уже патология, правильно, и здесь при каких-то, каких-то там общих правилах говорить уже вообще не приходится, но в среднем человеку должно хотеться, да, адекватное количество пищи, там, это, ну, как минимум, зависимо пропорционально его растрате энергии. Если это спортсмен, то это, конечно, будет больше, вот, но не всегда в плане количества. Если это, человек болен, ну, допустим, предположим, у него истощение какое-то, да, мышечное, или там, не знаю, истощение моральное, психологическое. Что ему надо побольше, да? Побольше, но, вот теперь мы подошли к тому, что, то есть, мы никогда не переедим яблок. Попробуйте, никогда. Короче говоря, к чему веду? Мы никогда не сможем переесть пищи, в которой очень много энергии, правда. То есть, если в энергии, если в пище много энергии, то мы, ну, хотим мы, не хотим, мы просто не столкнем ее в себя. Слушай, а вот есть же люди, у которых совсем другая генетика, например, вот северные народы, их даже так и называют рыбоеды, ты их попробуй, лиши рыбой, и они поумирают сразу. Ведь у них же совершенно по-другому желудочно-кишечный трактор. Да, есть такая интересная штука, что люди, когда, скажем так, живут на определенных территориях, они ассимилируются. Вот. Как бы вот эти особенности на них они начинают. Но, я бы, я, честно говоря, так не сказала, что они прям умрут без рыбы. Мне кажется, это, ну, я не могу об этом говорить, вот честно сказать, так прям, свободно, потому что мне не было такого опыта работать с таким человеком там. Мне кажется, вряд ли он прям умрет без рыбы, если честно. Потому что, ну, все-таки это человек, и у него все равно пищеварительные инсерменты, они... Есть поле для исследования? Ну, да, однозначно, но, конечно... А ты смотри, вот именно я заговорил за желтые народы, посмотри китайцы, посмотри вьетнамцы, ведь они живут практически в джунглях, в джунглях, где круглый год есть фрукты, они их едят, да, ну, и продают там попутно, но ведь они тоже без рыбы не могут. Рыба, эти африканцы, посмотри, вот в этих, тоже у них там, в средней части тоже есть немножко джунглей, они туда приходят, в эти джунгли, висят там эти фрукты, но они что делают? Они стреляют, значит, с этих трубочек обезьян, вот, они ловят птицеедов, пауков таких больших, видела, таких махнатых, они их жарят и едят, понимаешь? Ну, я что хочу сказать, лишь бы это не оказалось такое, как бы, специально для них предназначенное меню, такое же, как для нас мясо и свинина, понимаете, почему я говорю? То есть, это же тоже могло бы исторически там... А теперь представим, сколько бы эти народы могли жить, и какие бы они могли быть, если бы они это не ели? То, что наш организм может приспособиться и выработать те ферменты, которые необходимы для данной местности, для того, чтобы выжить, это факт, абсолютно однозначно, потому что проводились уже куча экспериментов, вот, один из них, кстати говоря, военный, когда, я думаю, что все о нем слышали, ну, на всякий случай повторю, когда военных там где-то забыли и закрыли на каком-то складе, где были одни лимоны, и вот они месяц на этих лимонах жили, вот, но, только на одних лимонах, но я-то списываю еще на то, что лимоны все-таки это такие мощные энергетики, да, и на них можно прожить, но, что интересно, организм из этого синтезировал и белки, там, и жиры, и все что, но как без жиров, без жиров, нервные волокна разрушаются, да? Слушай, вот я хотел, раз ты сказала за белки, скажи мне, пожалуйста, вот есть молекула белка, ну, один и тот же вид белка, у двух разных людей, они будут одинаковые, или разные? не совсем, не совсем, как бы вопрос, так поставлено. молекула белка, вот белков несколько, там, сколько-то видов, да? Белковых молекул. Да, да, да. У человека, допустим, возьмем один и тот же вид белка, молекулу одного человека, и молекулу другого человека. Они будут одинаковые, или все-таки будут чем-то отличаться? Я задам немножко по-другому вопрос. Если молекула от этого человека попадет, усвоится в целом живом виде у этого человека, она у него усвоится или будет антигеном? Что значит молекула от человека попадет человеку? То есть кто-то съест человека? Я не поняла вопрос. Смотри. Давай скажем, что такой же вид белка возьмет от коровы, или от свиньи. Примерно такой же вид белка. Фактически, я что хочу сказать, генетика отличается даже у братьев, сестер. Немножко, но отличается. Лично я думаю, я не ученый, я не биолог, я лишь предполагаю, что вот у каждого человека один и тот же вид белка будет отличаться. Хоть немножко, на какой-то там радикал, или какой-то кусочек звена, там цепи, он собран именно по шаблону вот этой ДНК. У его же брата, или у его же сестры, этот же белок, он будет собран, он почти такой же будет, но немножко отличаться. Так вот, если вот гипотетически предположить, что молекула, ну каким-то образом, попала от этого человека в другого. Белок такой же вроде бы, да, вот как говорят, а ешь яичный белок, хотя видится, это вообще не белок. Вот этот белок попал, он усвоился. Его организм примет, усвоит, или будет его отторгать? Это будет антиген. То есть, однозначно антиген. Однозначно. Даже от родного брата. То есть, соответственно, миф о том, что надо есть мясо, потому что это белок, это миф. Я отвечу немножко, может быть, для кого-то проще, для кого-то сложно. Вот смотрите, есть ДНК. Я просто этот вопрос разбирала, ну очень детально, как только можно, потому что это вопрос, в общем-то, моей жизни или смерти, когда-то стоял, да. Он, в принципе, сейчас, как бы такой, нависший, да, потому что при любых мышечных каких-то патологиях, первое, что, когда ты решаешь не есть животное белок, первое, что тебе складывает в голову, что ты просто умрешь. Потому что, ну как бы аминокислоты, там цепь аминокислот. Дело в том, что считается, что люди, которые не едят животный белок, типа им две аминокислоты вообще не попадают. Но как бы это строительный материал, который строят ткани, ткани. А как бы сердце, это тоже ткань, да, причем мышечная, поэтому, не дай бог, там это все начнется. Это недостатки и так далее. То есть, причем процессы якобы не поворотные. Так вот, что я хочу сказать. Значит, коротко говоря, и так очень образно, да, вот если бы это было видно, и на пальцах постараюсь сидеть. Значит, представим, есть спираль ДНК. Так, когда к ней подходит, посмотрите видео, на ютубе масса есть видео, как происходит встраивание, значит, аминокислоты в, вообще, в стране генетического, генетически подобный материал и генетически неподходящий материал. То есть, вот есть спираль, да, и когда к ней подходит вот эта молекула, о которой мы говорили, он ее, ну, грубо говоря, анализирует. Вот, и если он не подходит, она просто отторгается. Отторгается. Но когда она отторгается, и он будет дальше ждать, значит, наша цепь ДНК будет дальше ждать следующую молекулу, которую он может присоединить. Присоединить для того, чтобы дальше следующую цепь построить. Чтобы получить волокно, там, да, из волокна уже сделать там мышцу, там, или там ткань, или там нервное какое-то окончание и так далее. Вот. Значит, если он не, если это волокно не поступает, ой, вернее, эта молекула не поступает, то, значит, ну, собственно, ему придется строить уже из чего-то, из чего есть. Примерно так получается. Поэтому люди входят, смотрите, к ней, вроде бы масса огромная, но она вся больная, она все висит, это все жиры, как таковое. То есть он по сути строит. Но как только критическая, то есть у организма есть запас определенный, как только вот эта критическая масса будет достигнута, не генетического белка, начнутся аллергии. Аллергии, отторжения. Теперь, смотрите, самый яркий пример приведу, который учат все медики, начиная с первого курса, во все вопросы, во все задачники, по антомии, по микробиологии, входит по анатомии, извините, по микробиологии, по гистологии, входит один и тот же вопрос. Как, почему, за счет чего может не прижиться имплантированная ткань во время каких-то операций по пересадке органов. Именно по этой причине. То есть просто идет отторжение чужеродной белковой структуры. Понимаете? Это самый яркий пример. То же самое, только это очень острое отторжение. Когда пересадили человеку органом, ему обязательно во время пересадки колят определенные препараты, которые гасят химические препараты. Отключают. Да. Которые что делают? Они гасят наши лимфоциты. Фактически отключают иммунитет, который призван с этим бороться, с антигенами. Есть гистаминная реакция, она выбрасывается для того, чтобы это отторжение. Потому что, представьте себе, что думает организм. Какая-то фигня лезет мне в организм, надо, что-то чужое, я погибну. Он бегом вырабатывает гистамин. И эти антигистаминные препараты лупятся, все, организм обманули, начало прирастаться. Но это острая реакция. А что происходит с питанием? Это то же самое, только это отсроченное. Потому что, это же не то, что сразу взяли и сердце чужое поставили. А проще говоря, когда мы питаемся вот таким образом, мы постепенно делаем там печень чужеродную нам. То есть, наша печень, она уже не наша печень. Она уже состоит полностью у чужеродных клеток. Только она не вся, конечно, такая будет. Это же время, как у огромной массы. Ну, естественно. Мы же состоим из того, что кушаем, правильно? Сначала один кусок заменился. Там какая-то одна область заменилась чужеродными клетками. Потом другая область заменилась чужеродными клетками. Потом бац, аллергия какая-то. Вот. Очень серьезная аллергия. Причем на продукты, которые вообще природные. Или какая-то ромашка, или какая-то пыльца вызывает у человека жуткую аллергенную реакцию. Вот примерно вот так это происходит. Поэтому, безусловно, белок, который может прижиться к человеку, он кинетически запрограммирован. То есть есть ДНК. Для чего клетку люди учат? Есть определенная ДНК, информация, и в ней закодированы вот эти 22 белка, которые могут строить для нас клетки. То есть это белковая структура, которая есть в растительных тканях, даже в яблоках есть белки, мы об этом говорили. Поэтому, если бы людям примерно вот так, это же не рассказывают детям в школе на биологии. Хотя это можно объяснить на пальцах, это все элементарно. А все образование, опять же я возвращаюсь к этому всему. А детям в форме игры и прочего запросто можно объяснять? На каких-то пособиях, особенно ярких, красочных, они прекрасно все воспримут. Да, причем на самом деле оно настолько легко, всем говорят, что это как-то сложно, ничего подобного. На самом деле это достаточно легко. Ну то есть, да, там, конечно, какие-то очень такие обширные, уже прям глубокие понимания. Это уже чисто там медицинские азы, аспекты. Но какие-то азы можно легко как бы в них вникнуть. Так вот, к чему я веду, что начинать надо снизу. Потому что то, что происходит в образовательной системе, я уже молчу про медицинские вузы, да, то абсолютно вырванные какие-то куски, которые совмещенные вместе, оттуда там кусок информации, оттуда кусок информации. И, конечно, человек не может отследить, человек взрослый, не говоря уже там о ребенке, да, он не может вот эту вот ассоциацию, вот это вот, что это с этим связано, а это тоже с этим связано. О, а там я где-то уже видел, а если мы поменяем слова, это будет, в принципе, годом и том же. Вот примерно вот это. Вот это отключено. Поэтому ответ на вопрос нет. Чужеродный белок, он не приживется. Разве что мы будем на протяжении всей жизни глотать какие-то антигистамины. Ну, опять же, какой жизни, и какая ее протяжение будет, там, несколько, может, десятков, максимум лет при таком. Поэтому, смотрите, люди, которые пережили подобные операции, их, как правило, садят на антигистамины пожизненные. Но они, получается, вообще беззащитные. Ну, по сути, это, ну, конечно, это лучше, чем вообще там потерять человека, да. Ну да. Это лучше. Но это, как бы сказать, это абсолютно не говорит о том, что есть какие-то иные методы, и они наверняка были, просто нас наверняка украли. Вот я об этом часто говорю, что мое такое, как бы, ну, не знаю, желание, что ли, это докопаться до методов такой органической реанимации, вот так скажем. Потому что... Давай, давай скажем за то, что человека изначально свернули с пути правильного питания, из-за чего, собственно, у него этот орган и пришел в такое состояние, которое теперь нужно, можно просто заменить, иначе он умрет. Да. А тут, смотри, Василий Васильевич тут нам пытается подсказать, я немножко вернусь по поводу рациона некоторых народов, да. Вот он пишет. Каждая среда обитания определяет рацион питания, а также это сказывается и на нагрузке на организм. Тяжелый труд и необходимость добывания пропитания не всегда одинаковы в сравнении с рационом питания у южных народностей. В свое же время северный рацион гораздо более питательный, чем южный, и, соответственно, он более приспособлен для питания местных жителей. Поэтому питание и состоит не только из животного продукта или рыбы, но и большое количество продуктов растительного происхождения. Вот что ты на это скажешь? Я хочу вот что сказать, что это очень часто стереотипно. К сожалению, люди не могут понять одну вещь. Что не определяет количество пищи или ее жирность и калорийность, количество энергии для человека, который ее очень много потратил. Понимаете? Это классический, классический. Я знаю просто десятки людей, которые, скажем так, достаточно много работают физически, да, и никак не восстановят силы. Это рыба, понимаете, о чем дело. Это такой стереотип. Но, безусловно, если нет ничего другого, то придется что-то делать с этим, конечно. Поэтому я все-таки сторонник того, что наверняка на бывших славянских территориях не было такого прям какого-то жуткого холода, где не было ничего есть. Наверняка бы мы там просто не селились бы. Это просто, ну, это смерти подобно просто. Это странно, в общем-то. Наверняка, но с севера, я вижу, что все населились, да, с севера прям таких вот не знаю, но наверняка мне вот интересно взять этого человека с с севера, да, вот. И, как бы, попробовать дать ему пожить год, не знаю, в регионе, где он сможет спокойно подходиться без этого и давать достаточно серьезные физические нагрузки, при этом давая просто энергетически ценные продукты. Ну, там, скажем, продукты, в которых много энергии, понимаете, то есть это продукт сырой, по сути, не вываренный, вот. Много ли энергии в рыбе? Ну, вряд ли. Я думаю, что даже если мы посмотрим на него биохимически, да, вряд ли. Там ничего, кроме там тушек трупных нет, но там есть жиры какие-то, там есть, конечно, белки, пусть они там трижды чужеродные, но они временно будут строиться, встраиваться и так далее. Безусловно, это легче, чем та же свинина и так далее, но все равно это временно, вот. Поэтому, я прекрасно знаю, что люди с северного склада, они невероятно более стрессоустойчивые, там, и с точки зрения, и более, ну, скажем, физически развитие, и более, да, это все понятно. Так вот, представим себе, если бы вот эти люди питались еще несколько иначе, вот. Я думаю, что, ну, кто знаком с работами Шим Шипа, я, честно говоря, вот так прям не вдавалась в детали, насколько он все-таки там правду пишет, неправду, но пишет интересную вещь, что он тоже ездил там в эти все северные народы, и он там находил семьи, которые по 20 лет живут. Ну, я, наверное, тоже скажу, что я не знаю северян, я просто могу так вот рассуждать, чисто там гипотетически, логически, но я думаю, что сразу северянина никогда, да, наверное, любого человека, но северяне, они же привыкли к этому, они живут на рыбе. Я вот думаю, попробую Василия Васильевича разлучить с семгой, он, ну, я не знаю, у него будет плохое настроение, я думаю. Ну, вот, ну, это плохое настроение, это же не показатель того, что человек не может, ну, это, это мягко говоря, плохое настроение, вот, просто, видишь, может быть и возможно то, что ты говоришь, но на это нужно очень много времени, терпения и труда, вот, когда им этим заниматься, когда один месяц в году лет, а остальное все зима, ну, это достаточно трудно, я так думаю, да, да, иногда бывает проблематично очень. Я хочу сказать еще про то, как я питаюсь, вот у меня уже долгое время, это, ну, наверное, сколько-то лет, ну, по нарастающей, вернее, по убывающей, я бы сказал, я пришел к тому, что я могу питаться один раз в день, вот, причем количество я бы сравнил, наверное, с таким одноразовым плотным завтраком, обычного человека, питаюсь, как я уже сказал, по большей части фруктами, ну, разными, конечно, купленными в ближайшем супермаркете, что не очень хорошо, естественно, в сезон легче, у меня ягодник неплохой, вот, там много ягод, я все время, о, кстати говоря, летом я питаюсь, когда у меня есть ягоды не один раз в день, а, наверное, один раз в день, скорее всего, сказать проще не питаюсь, то есть я все время питаюсь, я хожу по саду и ем, но это происходит, конечно, только по выходным, в рабочие дни я все равно питаюсь один раз в день, вот, при этом я вот когда днем, ну, хочется есть, там, вроде бы организм чего-то требует, достаточно выпить 2-3 глотка теплой воды, и тут же все проходит, и вот организм настолько привык к этому, что у меня вообще нет никаких проблем с тем, чтобы, допустим, перестать есть 2-3-4 дня, просто вот взять и перестать, ну, иногда бывает, поехал в сад, ничего не взял с собой, ягоды еще нет, ну, там, конечно, выйдешь что-нибудь, там, травинку какую-нибудь сорвешь, там, или еще что-нибудь, ну, по мелочи, там, что там можно найти, допустим, в апреле у нас, вот, но организм к этому настолько просто относится, что, я даже больше скажу, организму легче утром просыпаться, да, с чувством голода, бывает такое, что просто, ну, встанешь, хочется кушать, ну, просто потому, что привычного количества пищи не поступило, то есть, это вот, это такой синдром голода, можно сказать, вот, и я просто беру, наливаю, там, полстакана теплой воды, не горячей, а именно, вот, хорошо теплой такой, вот, градусов 50, там, вот, и выпиваю ее, и все, все проходит, абсолютно все очень просто воспринимается, организму очень легко, единственное, ну, вот, я говорю, пока еще сбивает с толку, вот это постоянно чувство легкого голода, оно сбивает, но, в принципе, если, допустим, найти какое-то занятие, особенно, если интересное занятие, то вообще тогда никаких проблем нет, вот, и... Вот это то, к чему мы говорили, что это эмоциональная привязка к кущему очень сильно. Вот, 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 то же самое, тоже... Замечали, как люди говорят, когда идут кушать, очень многие замечали, они говорят, Боже, уже два часа, а мы еще не ели, надо кушать, понимаете? Особенно, когда, вот, как у нас сегодня, да, кухонные посиделки, вот, если посиделки, то надо покушать, даже если полчаса назад кушал, все равно надо что-нибудь поставить, вот, иногда, там, даже выпить, у кого какие традиции, ну, либо это чай с пироженком или с пирожком, да, вот это вот обязательный ритуал, вот, ну, деструктивный, на мой взгляд. Кстати говоря, привычка выпить, она, ну, если пить при этом что-то полезное, она неплохая, потому что жидкости в организме никогда не помешают, вот, то есть, лишнее она будет вычищать, да, а то, что не хватает, она добавится, то есть... Ну, жидкость для чего же нужна? Когда токсины отделяются в печени, да, вот, когда через воротную вену проходит, то, что сосалось в кишечнике, печень, печень должна нейтрализовать и вывести токсины, а чем она ее выведет? Только жидкостью, только водой, больше нечем, просто, просто так она в форме таблетки, она же его не выдавит из организма, ну, может, еще через кожу, если там все остальное забито, правильно же? Или там через слизистые другие, там, глаза, например, вот, а так-то вода нужна, естественно, жидкостью. Наташ, ну, я так думаю, что нам пора бы уже подвести какой-то итог. Да-да. Вот, давай мы вернемся к теме нашей зависимости, наших зависимостей, и что-нибудь скажем о том, что, почему все-таки зависимые люди выполняют деструктивные приказы, почему даже, может быть, скажем, менее зависимые или уменьшившие себе эти зависимости, вот те, которые едят меньше, едят более качественную пищу, которые не употребляют каких-то других дурманящих веществ, которые стараются не покупать лишних, там, одежд и всего прочего. Почему им проще, вот, избегать вот этих вот выполнения приказов, распоряжений и прочее, вот, потому что, ну, в общем, почему? Ну, скажи. Ну, если говорить вообще о питании, безусловно, то люди, которые, во-первых, едят меньше, во-вторых, едят качественную еду, да, именно еду для организма, потому что не все, что мы едим, это еда, в условии, вот. А, конечно, у них более светлый мозг, более светлый разум, да, и больше потенциал к этому разуму развиться, и, конечно, их одурманить достаточно сложно, поэтому заставить выполнить какой-то вообще дурной приказ, будем прямо говорить, или там обвести вокруг пальца, да, сложно, потому что человек без него знает вопросы, да, то есть, потому что активность, мозговая активность, она очень сильно, скажем так, увеличена, ну, вернее, не увеличена, она просто не притуплена, поэтому, конечно, им будет, их будет сложнее увлечь на какие-то безделушки, сложнее увлечь на какие-то, не знаю, лженауки, какие-то лжерелигии и так далее. Ну, тут зависимость достаточно прямая, потому что нет отравления организма, вот, и все. Вот, и плюс к тому я еще добавлю другой аспект, ты знаешь, я просто как-то на досуге подсчитал, какой бюджет у меня уходил раньше на пищу, ну, вот, я пищу взял, допустим, и я прикинул, что у меня начало уходить на пищу где-то примерно раза в три, а то она может быть даже и больше, вернее, меньше денег, чем я тратил раньше. И вот отсюда, какой вывод давай сделаем? Зависимость, например, зарабатывать, да, уменьшается? Да, уменьшается необходимость зарабатывать, а, соответственно, уменьшается необходимость выполнять какие-то деструктивные приказы, при этом люди становятся более свободными, свободными, вольными, так сказать, и людям, вот, вывод какой? Нужно искоренять вот эти лишние зависимости, которые идут сверх первых трех наших вот этих категорий, о которых мы сказали, воздух, вода и необходимое, да, те, что сверху, их надо искоренять из себя, ну, либо хотя бы по максимуму минимизировать, при этом, смотри, прямо парапорционально возрастает мыслительная деятельность, потому что высвобождается большое количество энергии, я уже не говорю за то, что организм начинает восстанавливаться, даже нервные клетки, о которых раньше говорили, что они не восстанавливаются, и плюс увеличивается, вернее, экономится бюджет, которого так не хватает зачастую, согласись? Конечно, конечно, причем этот бюджет может быть направлен, опять же, на развитие себя, да, то есть, ну, там, понятно, что какие-то поездки, там, где-то что-то посмотреть, увидеть, узнать что-то новое, они требуют, конечно, финансирования, и очень часто люди, если в этом отказывали, да, потому что, и отказывают, потому что, ну, куда, когда нужно, там, купить курей, покормить их, там, не знаю, купить свиней, ну, это я говорю про людей, которые в сёлах живут, это вообще, ну, это люди, которые живут в сёлах и тратят всю свою жизнь на обеспечивание, прокармливание этих продуктов, назовем это так, которыми в будущем потом эти животные станут, это вообще замкнутый круг, то есть, они говорят, как я могу было-то поехать, там, что-то посмотреть, и когда мне надо, там, вот, свиней кормить, там, вообще-то сидать, поить, там, ну, и так далее, ну, а если говорить о городских жителях, то это то же самое, то есть, те же самые превосходные. Ну, вот, я могу, я могу, я могу привести цифры, допустим, я вот продумывал, у меня сейчас на еду тратится, при всем при том, что у меня ничего нет, то есть, я житель квартирный, хотя и дачник, вот, ну, сейчас там еще ничего нет у нас, пока что у нас там нет, только пару месяцев лета у нас кое-что там есть, там ягоды и овощи, а сейчас ничего нету, и вот у меня уходит в среднем в день где-то рублей 150-200 в день, в отличие от меня, да, хотя бы меня возьми тех времен, когда я ел, ну, и не особо, скажем так, зарываясь, ну, я так думаю, до тысячи, ну, рублей 700-800 точно, вот разница. Потому что есть же надо было, теперь ты ешь, когда хочешь, а тогда ел, когда надо, вот, чего-то, чего-то. Ну, да, сейчас, сейчас я, допустим, я в течение дня употребляю только воду, но единственное, у меня обязательный ритуал утром, это я развожу мед в теплой воде и добавляю немножко лимонного сока, это обязательно, я каждое утро это делаю, потому что, ну, приятный напиток и потом энергия, она из этого идет. Тут есть еще чисто, тут есть еще чисто такой оздоровительный момент, потому что лимон у нас щелачивает, а щелочное питье, оно очень полезно и очень плохо для всех вирусов-микробов, потому что вирусы-микробы, они живут только в кислой среде, там ащелачивание не повредит. Вот, и на целый день не хватает, и только лишь вечером, если я, и то, если возникает желание, я могу зайти, допустим, вот я сегодня зашел, купил виноградов, купил персиков, у меня вышло на 190 чем-то рублей, там, такое, я с удовольствием слупил этот виноград, все, я доволен, я сыт, вполне, хотя, в принципе, я с тем же успехом мог и не заходить, и вообще ничего не есть, или, вон, съесть пару грецких орешков, у меня там есть, мешочек лежит, и мне этого вполне хватает, тем более сейчас, вот я сижу, у меня уже 20 минут третьего ночи, я вполне нормально себя чувствую, завтра мне вставать рано утром на поле, я вполне нормально себя чувствую, я знаю, что я завтра встану, хотя, конечно, в поезде придется немножко подремать, ну, это, это легко. Ну, легче, чем многие думают, конечно, да, но другое дело, что я вот сразу здесь, так как столкнулась с разными ситуациями, скажу, что не у всех все так просто, конечно, у всех будут, у кого более сильные психологические привязанности, у кого больше физиологические привязанности, да, у кого-то разные вообще состояния физического тела, вот, поэтому у всех ситуация будет разная, конечно, то есть кто-то сразу будет наедаться там тремя яблочками, а кому-то это категорически нельзя, потому что там начинаются процессы брожения, запускаются там все возможные гельминтозы, да, и, грубо говоря, на корм глистам, вот так вот, такое тоже бывает, поэтому, конечно, все надо рассматривать индивидуально, поэтому не все, если вы знаете, что вы относительно здоровы, вот я обращаюсь сейчас к служателю, если человек уверен, что он относительно здоров, тогда да, а если есть какие-то плюс-минус ситуации, да, особенные, тогда это, конечно, вопрос, ну, такого, более индивидуального подхода. Конечно, в будущем все придут к тому, да, ну, неважно, какая исходная ступень была у всех, просто разница во времени будет немножко другая, и разница в рационе на вот там переходном этапе, она тоже будет, ну, как бы, другая, вот, поэтому вот тут такие нюансы, они, конечно, есть, то есть, потому что у кого, там, не знаю, у кого склонность, там, у кого вообще проблемы с кишечником, представьте себе, если он начнет есть жестко одни яблоки, вот, или там какие-то одни финики, например, то есть, начнем с ображения серьезные, вот, ну, в общем, не будем говорить о плохом напоследок, просто, если есть какие-то особенности, вы знаете их у вашего организма, наверняка они, как бы, давали о себе знать на протяжении жизни, то понятно, что общая схема перехода, скорее всего, ну, будет варьироваться, то есть, она должна как-то адаптироваться к этой общей схеме, вот и все. Ну, в общем, мы пришли к выводу о том, что, все-таки, основная зависимость человека – это пища, потому что на нее уходит больше всего энергии, на то, чтобы ее очистить, на то, чтобы вывести, на то, чтобы убрать последствия, ну, и, соответственно, на то, чтобы это все дело приобрести, хотя, ну, это тоже своего рода энергия, поэтому, если эту зависимость уменьшить, а заодно и некоторые другие, о которых мы сегодня довольно подробно разговаривали, то у людей появляется очень много энергии на какие-то другие благие дела, на созидание, на исследование этого мира, экономятся средства на семью, на какие-то другие потребности, может быть, более нужные, у кого-то нет жилья, кто-то снимает квартиру, кто-то платит ипотеку, появится возможность с ней быстрее расплатиться, и, самое главное, появится возможность от этой системы немножечко стать чуть-чуть менее зависимыми, чем мы зависим сейчас, и, соответственно, не выполнять тех деструктивных приказов, разрушающих нашу, может быть, бытность, самобытность, нашу культуру, наши традиции, наши родовые устои, которые сейчас повсеместно разрушаются нашими же руками, нашими руками, потому что люди в большинстве своем зависимы и зависят от этого, от этих своих зависимостей. Ну, а в завершении я бы хотел спеть одну песенку Сергея Соленова, она называется «Возвращаюсь я в родимую сторонушку». Возвращаюсь я в родимую сторонушку, чашу горькую свою испив до донышка, без тебя страдал я, Русь, моя невестушка, ждал с тревогой о тебе любую вестушку. Я бродил по миру, по чужим дороженькам, избивал до крови белые свои ноженьки, был любим и ненавидим, все случалось, словно конь ретивый сердце моем чалося. Я иду домой, я иду домой. По щекам моим текут соленые слезоньки, ой вы, милые, любимые березоньки, Русь, красавица, родная моя матушка, высылай своих детей навстречу, братушке, умывает землю светом ясно солнышко. Здравствуй, Русь, моя нарядная Алёнушка, ты прости меня, бродягу красноделеца, блудный сын твой больше никуда не денется. Я иду домой, я иду домой. Ну, сегодня у нас был эфир 20 июня 2014 года. Мы сегодня с вами обсудили о том, какие бывают зависимости, о том, к чему они приводят, и что может быть, если от этих зависимостей избавиться, или сделать их немножечко меньше. Я прощаюсь с вами, я прощаюсь с ведущими, до свидания, услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok